Дядечка 50 лет играет на телефоне, не знаю, какой-нибудь там кэнди-краш. Это пишут барышни, конечно. Я думаю, да как так? Я тебе дизлайк поставил. Все, ну так или иначе, играют в игры, как мы засунем вам всяких там трансгендеров. Видеоигры — это вершина интерактивных развлечений. Привет, друзья! Рады приветствовать вас на канале Лова Лампа. Это рубрика «Первый уровень». С вами я, Игорь. И не забывайте подписываться на наш канал, нажимать колокольчик, ставить лайки, писать комментарии. Мы их все с удовольствием почитаем, пролайкаем. И поехали! С нами сегодня в студии замечательный гость Борис Филимонов, автор канала «Новое Олдовое» и также «Айджекс Лайв». Спасибо, что пришел к нам. Я тоже рад у вас в гостях побывать. Наконец-то встретились мы с тобой. Ну, я думаю, поговорим сегодня по поводу видеоигр и не только. Есть много к тебе вопросов. Ну, начнем, пожалуй, по классике. Как ты начал играть в видеоигры? Как начался вообще твой игровой опыт? Как вы знаете, дорогие мои дорогие, изначально, когда ты приходишь, допустим, в какой-то офис, ты попадаешь на ресепшн, то есть там охрана показывает паспорта. Сейчас, так как с ковидом история у нас не закончена, нужно показывать там всяческие документы. В общем, и сидит, само собой, мужчина в годах около 50 лет. И как вы думаете, чем он занимается в свободное время? Это не какая-то негативная тема в его сторону. Он играет в видеоигру. Ну, конечно, на телефоне. То есть видеоигры — это абсолютно мейнстримная тема сейчас. Но смотри, в твоем вопросе, я думаю, ты ничего негативного здесь не пытался, конечно, в нем принести. Нет, конечно. Мне интересно, как начался твой опыт. Да, дело-то в том, что, по сути, это как вопрос сейчас звучит, как ты начал смотреть кино, там, типа, понимаешь? Или как ты начал читать книги? Ну, слушай, когда мы начинали в те времена играть в видеоигры, это все-таки было, знаешь, такое ламповое, ну, мне не нравится слово «ламповое», ну, такое сообщество все-таки более закрытое. Это сейчас уже играют все. То есть, как ты правильно сказал, ты заходишь на ресепшн, там сидит дядечка 50 лет, играет на телефоне, не знаю, какой-нибудь там Кэнди Крэш или что-то еще. А тогда это было, ну, что-то такое, прям вот, ну, что-то особое. То есть, ну, ты прям рад был, что ты принадлежишь к этому. Ну, либо был не рад, в зависимости от того, в каком социуме ты жил. И вот интересно, как начался твой игровой опыт. Ну, чего ты вообще обратил внимание на такое? Я лично считаю, что видеоигры — это вершина интерактивных развлечений. Вот как, ну, твое знакомство. Я понял. Об этом как бы история, да, само собой. Сейчас расскажу, с чего все началось, но у меня довольно-таки тривиально в этом плане. Для людей моего возраста это были, конечно, танки на Дэнди, на NES, как нынче, это модно говоря. Да, именно, кстати, была первая игруха, с которой я познакомился, потому что, я думаю, все люди, примерно, которые относятся к моему этому временному промежутку, все вот эти вот картриджи, которые у нас были тогда, это были так называемые стартовые картриджи, которые, знаешь, шли с приставкой. Только потом покупалось что-нибудь другое, там, будь это какая-нибудь Contra, Prince, Perse и прочее. Но первые игры, и тогда у нас появилось вот это вот самое осознание, что, типа, есть условно игры дорогие, где одна, там, или, может быть, четыре, и есть игры дешевые, там, 9999. Поэтому не было, понимаешь, сакральности по отношению к какому-нибудь Марио и к танчикам, потому что это изначально шло по дефолту с приставкой. Это тот самый картридж, который все, ну, зачастую, очень быстро хотели от него как-то избавиться. Но избавиться от него было невозможно, потому что у всех такие картриджи были, никто бы не менял, знаешь их никому. Ну, то есть, условно, представь, у кого-нибудь есть, там, двойной дракон 2, да, но ты приходишь, хочешь поменяться на мой 9999, там танчики, пингвинчики, и, ну, дети, конечно, это, судя по всему, люди малые, но даже этот маленький человек, у него есть некое логическое мышление, он скажет, нет, знаешь, мой двойной дракон в миллионы раз круче, чем твое это самое Марио. А потом уже были, я поменял Денди до того промежутка, когда у меня была Sega Mega Drive, я с другом поменял свою старую Денди, которая отжила весь срок, у нее даже не сломались джойстики, это была Денди Джуниор 2 на Спектрум, то есть я захватил еще и эру Спектрума, там тоже были очень крутые, знаешь, некие технические решения. Погоди, погоди, Денди Джуниор на... А, ты поменял Денди на Спектрум. Да, да, понимаешь, то есть как бы... Слушай, тебе уважение просто, ну, прям, я фанат Спектрума, обожаю Спектрум, Болдердаш у меня навсегда в душе. Болдердаш? Не, а для меня Спектрум, знаешь, был, это как раз вот некоторые прикольные технологические темы, несмотря на то, что вроде как, если, ну, брать его по номинальным величинам, он был послабее, чем Денди в геймплейном плане, но некоторые решения, например, знаешь, были такие игрухи, как там, Driller называется, Darkside, это были вот полностью трехмерные, пусть это было пазлосодержащее что-то такое, но после Денди, да, она, конечно, крутая, Черепашки Ниди, там, Power Blade, вот эти все дела, но Спектрум, это было полноценное, прикинь, 3D, до Zero Tolerance, который был на Sega Mega Drive, и это вот по ощущению было офигенно. Конечно, это долго грузилось, это было через кассетный магнитофон, но мне не столько нравились игры как таковые, сколько, знаешь, уже имеется в виду на этом Спектрум, сколько просто загрузить и посмотреть, что они еще там могут. И вот когда ты как раз попадал на такие определенного рода, так скажем, шедевры концептуального некоторого видеоигрового искусства, это было круто вот непосредственно в контрасте с этой самой Денди. А говоря по поводу видеоигрового опыта, ну, сам подумай, да, вот то, о чем мы говорим, применимо, допустим, ко мне, к людям, которые еще раньше чуть начинали, подумай, насколько молодая видеоигровая индустрия в целом, если то, о чем мы говорим, это, по сути, было лишь ее начало. Какие-то там даже меньше, чем, ну, конечно, мы не будем говорить о 70-х годах, 80-х, у нас все-таки это было 90-е. То есть там 30 лет едва-едва это все только началось. И до чего мы дошли сейчас? Там, условно, GTA 6, которая маячит на горизонте всякие вот эти, никому не нужные одни из нас два, знаешь, петиции вот эти. Подумай, насколько круто и за какой короткий промежуток времени она буквально просто разрослась из небольшого кустика до гигантского дерева. Бау-баба этого. А какая у тебя была вот именно первая твоя игра? Не вот, ну, я тебе до этого задал вопрос, с чего ты начал, а вот именно самая первая. Ты помнишь ее? Или все-таки это были танчики? Самая первая, которую я увидел, конечно, были танчики. А лично моя, которую я купил, самая первая, это была первая Contra. Не Super Contra, не Contra Force, а именно первая Contra. И, как всегда, китайцы чуть-чуть наегорили, потому что, знаешь, я не знаю, может, кто-то найдет этот картридж, но кто-то, наверное, вспомнит из тех, кто будет смотреть. Там была, знаешь, написана Contra, и рядом было, типа, четыре названия на китайском. О, да. Знаешь, какое было отличие? То есть, ты выбираешь там Contra 1, и ты начинаешь это с пушкой-единичкой. Contra 2 ты выбираешь, и ты начинаешь со спредганом Contra 3, и вот как бы... Был такой картридж, где там много-много частей Contra, вот опять, 9999, там птички эти летают, знаешь, это заставка. И вот там выбираешь Contra там, стандартно. Выбираешь другая, там уже тройное, он стреляет, знаешь, пузыриками оружия, и так далее, и так далее, и так далее. Вот у меня то же самое, но, понимаешь, был этот самый один картридж, и вот здесь начался великий китайский обман, который продлился много лет, который плавно перетек в русские версии. Чип Эдейл 3. О, это отдельная история, как там Чип Эдейл на войне, знаешь, мы называли его. Я, кстати, до этого играл в игру Heavy Barrel, она называлась изначально, то есть я как бы, когда включил Чип Эдейл, для меня это не было новинкой, потому что я уже тогда понял, что товарищи Ляо из этой самой Поднебесной, ну, потому что я до этого играл в Heavy Barrel. Я, кстати, знаешь, тогда, будучи импульсивным еще ребенком, там, совсем мелким, я попался на что? Вот так вот бывает, да, но мы не очень логично совершаем некоторые действия. У меня был какой-то свой картридж, который я обменял с другом на четырехигровку, и потом мы ходили гулять, и что-то, знаешь, там, добрались до рынка, где обменивали картриджи, и я поменял эту четырехигровку, которая была не моя, на эту самую игру, потому что я думал, что это, типа, была контра, ну, вот так, понимаешь, как какой-то зависимый меня было не остановить. Потом мы решали всю эту проблему, там, конечно, родители, были его там всякие слезы, ну, бог бы с ним. Да, ну, то есть, это прям было очень импульсивное решение. И тогда это, кстати, была игруха, которая, я думал, что контра, это был Heavy Barrel, а потом, когда уже был ЧП ДЛ-3, я понял, что китайцы маскировали просто под это дело Heavy Barrel. Прикинь, как выглядит возврат игр сейчас? То есть, написать там какое-то там заявление или там в Стиме на возврат средств, возвраты нашего детства. Приходят родители друга с другом. Да, слушай, так оно и было. И устраивают скандалы. Лучшие возвраты, вот это прям. Так оно и было. Причем, знаешь, родители были сначала, он сам такой, Саня его звали, хороший малый, кстати, был. И он, знаешь, сначала сам говорит, верни, я говорю, Сань, я был бы рад, но я поменял на это дело. Он говорит, меня же родители убьют. Я говорю, ну, что делать, давай решать. И потом там были, знаешь, там родители. Ну, что поделать, всякие человеческие отношения. Все мы были детьми и, как говорится, чушь прекрасную несли. И не только домой. Вот такой вопрос. Приобрел ли ты друзей, настоящих хороших друзей, ну, благодаря играм? Ну, или познакомился с хорошими людьми и до сих пор общаешься? Слушай, ну, как бы то ни было, знаешь, вот практически все люди, с которыми я там общаюсь, и старые мои друзья, да, и какие-нибудь там новые приобретенные, в том числе благодаря каналу, несколько ребят, ну, есть, с которыми там я общался, которые канал поддержат. Вот скоро ко мне друг буквально, знаешь, там прилетает, он живет там в другой стране, но он будет проездом здесь, он возвращается, как бы мы с ним немножечко загудим, в том числе будет там через Москву, но он пролетать, в общем, денечек с ним потусим. То есть есть такие люди. Фишка, ты понимаешь, в том, что как бы все, ну, так или иначе, играют в игры, как мы в начале видоса, да, я рассказал по поводу этого самого мужчины, да, на ресепшене, который тоже сидит, рубится у меня, есть друг, но с которым мы перестали, он еще старше меня. То есть как бы я-то не юнец какой-то, да, на самом деле, там желтоперый, а этот друг еще старше меня, лет на семь, если я не ошибаюсь, и мы с ним не столь давно пересекаемся, то есть там как бы семья, вот это вот все дети, и мы там собрались там на какой-то пикничок, я к нему захожу, он сидит там, рубится на своем Xbox, там звук какие-то, дети играют, то есть он само собой, там работа, прочее. У меня давным-давно был в автошколе инструктор, чувак, ему было 50 с чем-то лет, и он проходил в то время первую часть одни из нас. Ну, честно, нормально. Ну, а чего нет? Все как бы в это дело рубятся, потому что является ли это основной темой нашего обсуждения? Ну, иногда да, когда выходит что-то новое, знаешь, или когда обсуждается какая-то хайповая тема, а так это просто иногда, ну, имплементируется в общую тональность разговора. То есть не то, чтобы мы прям, знаешь, как бы в этом там глубоко копались, но периодически в плане ощущений, да, что у кого-то что-то бомбануло, кто-то там говорит, я купил, и вот мне так и так по каким-то параметрам не зашло. Или кто-то там опомнишь вот там, вот это, то есть это, ну, как общая часть, дополнение к чему-то, как обсуждение кинофильма, потому что если бы мы, наверное, только тусили по поводу видеоигр, то, ну, наверное, не знаю, это может быть было не столь содержательно, как лично мне бы хотелось. Просто, как по мне, видеоигры, ну, более благодатная почва для обсуждения и постройки диалога. Потому что, ну, вот обсуждаем кино, да, посмотрел ты фильм, посмотрел, что у меня? Понравилось, не понравилось, все. А вот я делал то. И понимаешь, тут уже, ну, потому что ты не, ну, принимаешь участие в выборе действий персонажей. Вот поэтому дает более, ну, такую почву, более широкий спектр для обсуждения. Как по мне, видеоигры, они больше сближают, ну, людей. Потому что есть о чем поговорить, есть что обсудить. В принципе, смотри, я с тобой согласен, но почему это так? Потому что видеоигры, как ни странно, они по своей продолжительности действительно дольше. Вот посмотри, могли бы мы подумать, много лет назад, да, условно, когда вот видеоигра по спидрану, какую-нибудь мы возьмем, там, Эру, да даже, Эру 1 PlayStation, игра по спидрану, ну, даже не по спидрану, по какому-нибудь нормальному временному течению, довольно-таки, долгое для того времени, Resident Evil, там, или какая-нибудь, Alone in the Dark, это едва-едва 5 часов. Сейчас у нас, если мы не берем даже Open World, берем последнюю, там, одни из нас 2, это 20 часов сугубо синглого геймплея. Один из первых чуваков, мощный нарратив наступать, это Хидео Кодзима. О, да. Можем вспоминать древние времена, знаешь, ZX Spectrum, опять же, когда были сугубо текстовые квесты, но это больше была описательная тема, и внизу тебе нужно было написать там left, right, куда ты идешь, там, или что-нибудь такое. Но в целом, сейчас у нас 20-40 часов игры, это, ну, нормальное время. И за это время, если, конечно, автор, там, не совсем какой-нибудь товарищ дерево, он реально, ну, у него получается довольно-таки неплохо раскрывать персонажей. Но, как в любом произведении, понимаешь, автор не пытается ставить точку, вот сугубо, знаешь, этот плохиш у нас такой стопудовый плохиш. Вспомни тот же самый там МГС-5, Phantom Pain, который не является моей любимой частью серии, потому что Кодзима многое все чего перелопачил, но то, что говорит Skull Face, это как бы не столь плохо. Вернемся к оригинальному МГС, да, тот же самый какой-нибудь Liquid Snake, он имеет право на действие, потому что он совершает то, что он совершает, это логичное обоснование. В фильме это было бы просто. Полтора часа и типа такая, знаешь, какая-то левая мотивация на два слова и все дело закончено. Джон Вик убивает, потому что он Джон Вик. Здесь мы видим историю в третьем Макс Пейне, да, как он действительно, ну, падает человек, катится на дно. Он долго, конечно, катится, я думаю, потому что неплохо держится при всем этом. Он прям планомерно две части там спивается и не только. Ну, после второй части, хотя там с Мона Ли, с Моной Сакс у него были какие-то темы, но в третьем Макс Пейне там пьет, знаешь, потому что это буквально какой-то у него выходит Чарльз Буковский, да, и его там экранизация, в которой Микки Рурк играл там его произведение «Барфлай» называется. Опять же, тоже полтора часа, и поэтому получается, мы на полтора часа, где играет Микки Рурк, несмотря на то, что он пытался там как бы по меду Станиславского все делать, но это полтора часа. А здесь ты видишь там 15 часов, как Макс Пейн идет на днище, и ты понимаешь, почему это происходит, да? То есть, опять же, в МГС-4, когда в конце наш изможденный Снэйк ползет Ох, классная сцена. Да, через микроволновую печь, ты понимаешь, что ты к этому, ну, идешь условные там 15, ну, хорошо, ну да, с кат-ценами, наверное, 15, а то может и больше часов. Ну, да, где-то так. А прикинь, если бы он полз через эту печь через 40 минут кинематографичного времени, ты бы сказал, ребята, ну, что-то как-то вы борщинули, согласись. Поэтому, да, мы больше обращаем внимание на какие-то характеры персонажей. И как раз вот здесь есть вот это вот некое глубинное человеческое, потому что, а что ты еще можешь выдать насчет персонажа? Ну, условно, да, если мы там отталкиваемся от черного и белого, он либо хороший, либо плохой, либо, условно, нейтральный, его что-то тянет в какую-то сторону. А здесь мы видим, что за каждым персонажем стоит уйма других персонажей, которые даруют ему определенные человеческие эмоции, ощущения. Возьмем какого-нибудь Артура Моргана из RDR 2, чего только чувак не пережил, да, половину игры он уже понимает, что по тем временам, но то, что происходит с ним туберкулез, это все, это смерть, по сути, на то время. И как он все это дело переживает, каких людей он встречает, как он понимает, что ему назад с этого пути уже не свернуть. Он встречает свою эту бывшую, там какие-то же вот моменты в фильме Бэтл раз-два, и по сути, как бы, знаешь, была сторонняя история. А здесь, да, и вот здесь как раз, понимаешь, для этого, я как считаю, на играх и существуют определенные плашки, там эти 18+, которые сейчас стали абсолютно мейнстримным. Ну, потому что для того, чтобы осознать такую историю, действительно нужно обладать хоть каким-то определенным багажом человеческой, ну, некой такой информации, что ли, нужно хоть чуть-чуть что-то понимать в человеческих взаимоотношениях, да, не просто быть там крутым победителем, знаешь, как условно вот такой какой-нибудь юношеский максимализм, да, если завтра там случится какой-нибудь там зомби-апокалипс, да я буду стрелять с любого вида оружия, знаешь, махать любым мечом, шашкой, вот это. Но в жизни, когда, допустим, если ты там даже пострелялся из какого-нибудь вида оружия, да пусть даже из пневматики, ты понимаешь, что все, ну, далеко не так просто, как в кино. То же самое и здесь, когда ты понимаешь вот эту вот всю плеяду человеческих взаимоотношений, игры на этом и строятся. Тебе не просто показывают, что Артур Морган вот такой чувак, который чуть-чуть там повлиял на воспитание Джона Марстона. Тебе показывают всю историю трансформации человека, по сути, крутого антигероя номера два, который никогда не хотел быть номером один. Типа, но он настолько крут, и тебе вот его раскрывают, потому что, как правило, такие чуваки, как Артур Морган в кинофильме, это вот сайдкики, знаешь, есть главный босс, условно скажем, который не столь так силен, да, но его окружают какие-нибудь там крутые два чела, которые будут там Джону Вику очень хорошо надирать задницу перед тем, как он придет, главного босса, главный босс скажет, ну, я вообще не особо-то боец, понимаешь, или что-нибудь такое. Вот Артур Морган из этих двух ребят и рассказывают, насколько крутой номер два, и насколько он мог бы быть номером первым, если бы он захотел, но это просто немножечко не его тема, и вот это мы можем обсудить, потому что мы видим его бэкграунд, мы видим его раскрытие, вот сейчас многие игры об этом, но если это, конечно, не гремное королевство. Вот, смотри, у меня есть теория по поводу этого замечательного доброводчика и его отношения с этим драконом. Дракон, у него есть, я так понимаю, свое ИП, у него несколько замков, то есть у него целый персонал людей, которые работают у него, ну, существ, есть там эти гуси-черепахи непонятные, и есть водопроводчик, у него типа украли женщину, жену, не знаю, кто ему там, принцесса, Болзер сбрал ее к лучшей жизни, она живет в замке, под охраной, то есть он ее лично защищает, и вот этот водопроводчик, потребляя какие-то непонятные там грибы, звездочки, не знаю, что он там, светится он звезду съел, и он пытается вернуть опять к этой жизни, чтобы лазить по трубам, а Болзер, наоборот, красавчик, то есть он чувак на спорте, ну, то есть нормально такой, ну, ты видел у него там Бетцуха, особенно в последних частях, и Марио с пузиком, такой, я тебя верну. Слушай, когда получается это огромный такой, опять же, общечеловеческий конфликт, здесь главный вопрос, а хочет ли эта самая принцесса, чтобы Марио возвращал ее обратно от Болзера? Вот, да. То есть как бы... Он ее даже не спрашивает, кстати. Он просто ее забирает, говорит, ну вот пора домой, а ничего, что может быть она ему там теоретически изменяла, нужно ли ему в этом, готов ли он принять снова падшую женщину, когда он знает, что там произошла определенного рода интеракция, да? Причем даже, может, межвидовая, представляешь? Там всякие еще эти вороны, это очень глубоко, то есть, понимаешь, это вроде как детская тема, но с грибами, то есть если вот мы воспринимаем на взрослом уровне, вроде смешно, с одной стороны, но подумай, это действительно так. Кстати, в одной из последних частей, как она, Марио, ну, где он шляпу эту свою кидает, Болзер, когда ее забрал, он и хотел устроить пышную свадьбу на летающем корабле, то есть там все, организовал, даже пирамиды арендовал, вот все по красоте, и Марио. И опять этот. И вот он, да, какой. Грязный водопроводчик, знаешь, из этих своих труб, с этим своим, ну, ключом на грибах, да, со звездой в кармане. И теперь он учился кидать кэпку. Да. И принцесса такая, опять этот, пожалуйста, давай, товарищ Баузер, давай, товарищ Дракон, да, убери меня от него. У него еще брат какой-то есть поехавший, который постоянно, знаешь, там в доме с привидениями что-то каких-то духов вылавливает. У них все нормально. Шаман. Да, у них как бы вот это, у них все в порядке в этом плане. Один на грибах, второй с духами. И странно, что жена в этом плане говорит, что я хочу свалить с этого корабля, знаешь, мне хочется отсюда просто путешествовать, да. Слушай, мне кажется, даже у Соника нет таких проблем, хотя там тоже непонятно какие персонажи, да, там Наклс. Соник просто накручивается, и все как бы нормально. Да, он закрутился, там вопросы гендерные кое-какие есть, кто такой там Наклса, ехидно мужского, женского, сейчас опять же гендерные вопросы, там Рэчет и Кленк новый, опять вот это вот, кто союзник или союзница Рэчета. Бог с ним, что мало кто будет, наверное, в нее играть из этих самых там, ну потому что ты же знаешь, что это не очень нужно у нас, эти всякие PlayStation. А, ну детские игры все дела. Да, и детские игры, в том числе еще эти PlayStation, они как бы не ахти, но я думаю, посмотрит у какого-нибудь популярного стримера полное прохождение, там очередное, Рэчета и Кленк, и скажешь, ну знаешь, такое себе, не очень-то и хотелось, честно сказать, вот как-то. Не стоит покупки консоли. Да, не стоит ради одной игры покупать консоль, это вот такое себе. Лучше нормально, но пока. Какие у тебя еще увлечения, помимо видеоигр? Ну там спорт, там может музыка, кино, там ну, туризм, там путешествия, чем ты еще увлекаешься? Просто видел, ты сегодня приехал к нам на скейте, ну или как это называется? На лонгборде, да. Вот, лонгборд, и ну, может там BMX увлекаешься роли, ну, чем вообще еще занимаешься, помимо видеоигр? Ну, помимо видеоигр. Нет, я не хочу сказать, что это ультра-задрон, но... Ну, собственно, знаешь, как у всех остальных людей тоже, в том числе, там и различные виды спорта, активности, там встречи с друзьями, по мере возможностей, даже небольшие какие-то путешествия, что там по России, работа там небольшая, то, что у меня связано там с телевидением, опять же, то, что помогло мне проехать всю Россию, посмотреть, как живут наши города и весь. Ну, в общем, все как у людей, ничего, знаешь, экстраординарного, что я мог бы поведать. А давай выделим, какие у тебя, допустим, три любимых вида спорта? Три любимых вида спорта? которым ты больше всего времени уделяешь. Ну, прям больше всего времени сейчас, знаешь, не очень получается, так как это все стоит определенных денег, то есть каждый вид спорта, я занимался относительно профессионально некоторыми видами, то есть если бы я сейчас уделял внимание этому, ну, допустим, если условно плаванию, то есть мне пришлось бы, допустим, ходить в бассейн как минимум раз или два раза в день, если уж так профессионально. А так, просто не имея какой-то определенной карты, так как все это стоит денег, я могу себе иногда позволить сходить поплавать в бассейн, заплатить эту тысячу рублей или что-нибудь. Так мне вот это дико нравится прежде всего. Ну, то, что связано, опять же, с плаванием, если бываю, где сейчас не знаю, как это будет, если бываю, где там в каких-то морях, то, конечно, очень люблю заниматься там определенного рода дайвингом, но не... Клево. Да, но, опять же, там, понимаешь, сложно. Ты тратишь время на нахождение каких-то чуваков, которые это делают, ну, не дико легально, потому что то, что это делается от отеля, во-первых, долго тебе нужно рассказывать, что ты можешь нырять. Это тестовый нырок на 10 метров, там, вот это все, поэтому ты находишь каких-то определенных туземцев и с ними где-то возможность есть там понырять, ну, на глубины хотя бы там метров 20-25, около того, дальше и глубже особо я не ныряю. Ну, в общем, все, что связано с водой, первое, то, что мне нравится, второе, то, что мне чуть-чуть, ну, я все практически свое детство, юность занимался различными видами, там, около экстремального спорта, то, что связано, там, то же самое там доска, ролики, то есть, и сейчас я чуть-чуть вот это дело возобновил, ну, потому что какое-то время подзабивал на эту историю, сейчас вот вернулся там на доску, сейчас еще планирую, дай бог, если все сложится, ты знаешь, как у нас непросто все с этими делами, наконец-то в абсолютно в легальном поле купить себе там байк, ну, и вот как-то, наверное, из-за этого так все остальное, как прочие люди, знаешь, с утра там могу пробежку какую-нибудь сделать, в спортзал тоже там сгонять, вот это там, в том числе иногда с кем-то пообщаться, ничего из ряда вон. А какой байк хочешь, если не секрет? Слушай, ну, на который денег хватит, ты знаешь, не хочу загадывать особо, ну, конечно, крузер какой-нибудь. Не, ну, просто типа там, слушай, ну, имеется в виду, буду, наверное, у меня есть кое-что там на пристреле, более-менее, буду брать там, наверное, что-нибудь типа Хонды, скорее всего, там кое-какие из тех вариантов, которые есть, знаешь, чуть-чуть из тех, которые предлагают. Не, эндуро, хотя эндуро я катался, просто немножечко не мое, мне больше, знаешь, чтобы сесть там, допустим, съездить куда-нибудь там в Подмосковье, может быть, километров 200, ну, как минимум на первый сезон, потому что эндуро так-то я катал, и на треке я катал, но хочется по городу просто, знаешь, покрузерить, по хорошей погоде, тем более я не очень далеко здесь от центровой части, живую ночь, вообще красота, знаешь, когда покататься, то есть как бы, а эндуро, да, ну, это прикольно, но очень сильно отбивает задницу, я просто не хочу сейчас этим заниматься, а так, да, по кайфу иногда, что на квадроцикле, что на байке, вот знаешь, если есть возможность, у меня у друга есть квад, ну, как бы возможность для квадриков, я не столь давно ездил, это как раз получается у нас гжель есть, не столь далеко от Москвы, там вот эти вот карьеры, знаешь, такие песчаные, точнее, не песчаный, там же гжель, почему они делают игрушки, там глиняные карьеры, и мы вот там катались в начале сезона, было круто, но я просто вспомнил, в том числе эндуро момент, и я вернулся домой, у меня, жопа была синяя от этого дела, но, конечно, это круто все равно, я считаю, что спорт это жизнь, но не стоит этим заниматься, лучше накатить новые драйвера на Dark Souls, и все будет. ЦПУ лассо поставить. Да, ЦПУ лассо поставить вот это все, написать там что-нибудь, что не нужно оно все. Ты затронул тему, ну и, собственно, твои зрители знают, я тоже смотрю твой канал, и то, что ты работал на телевидении. Расскажи вообще, как ты туда попал, и чуть-чуть про свой опыт работы на телевидении. Ну почему как бы работал, я и сейчас работаю на телевидении, ну как бы да, просто сейчас в основном я уже там работаю за кадром, потому что в кадре мне не очень нравится, это сложно само по себе, но есть одна программа, которую я хочу доделать, если получится. Мы сделали очень хороший первый сезон, у меня программа есть в день открытых дверей, но в сети есть только один ее выпуск. Мы сняли 12, она просто, у меня нет авторских прав на ее выкладывание, то есть мы ее целый год снимали, это такая программа, ну мы ездили по разным городам, то есть мы снимали там, как знаешь, там судостроительная верфь работает, как сортировочный центр, куда в том числе прилетают посылки с Алиэкспресса. Каково это? Быть машинистом скоростного поезда. Пока все безмятежно, мы просто едем, наслаждаемся дорогой. Мишка, живи! 12 разных таких локаций. Эта программа до сих пор крутится по телеке, ее периодически перепокупают. Мы даже с ней, ну, попали, мне пишут, там люди, которые занимались этим делом, говорят, так и так, мол, Бориса Прогу, который вы делали, почему мы делали ее за очень небольшие деньги, то есть мы, есть такая премия, Большая цифра называется, и мы были там на втором месте, нас перегнал продакшн первого канала, который делает не для первого канала, у них там каналы, знаешь, в том числе есть там так называемый вот это спутниковый-кабельный сети, разные боберы и прочее. И если бы, пусть там, да, вот ты смеешься, а чуваки, прикинь, одобрили название. Это же не просто так, прикинь, что вот кто-то там придумал, да, они такие, да, даем галочку. Вот это вот все. Ну, я может даже расскажу по поводу какой-нибудь кухни, в том числе там, то, что с телеком связано. Просто если получится, потому что мне даже не столь важны там деньги какие-то, потому что много с этого не получится, сейчас на телеке для всех остальных это ремесло, понимаешь, там, как бы особенно то, что связано с спутниковыми сетями, это, ну, потому что операторы, вот мои, да, в том числе там ребята, девчата, которые мои там из... Понятно, что билеты покупаются, куда они едут и прочее, но гонорары не столь большие за съемочный день, мягко скажем так, но с технической стороны. Это хорошо, когда ты по Москве, да, но ты приезжаешь со своим, со своими камерами, свой свет, но иногда бывает, правда, аренда, это не столь гигантские гонорары, поэтому вот ребята тоже вынуждены постоянно там так или иначе кататься. Никто бы не отказался срубить какое-то немеренное количество денежных единиц. Но если мы утрясем, то второй сезон, конечно, хотелось бы снять, но это, скорее всего, мечты-мечты. По поводу телека, как попало? Изначально же, опять же, ну, я вроде неплохо так одарен определенного рода харизмой, да, и помимо этого слова хорошо складываю в предложение, предложение словом уже там и далее-далее, и, в общем, неплохие тексты из себя выпаливают. И нет у меня проблемы там с камерой работать. То есть так получилось, у меня был один друг, который по тем временам занимался музыкой. Он, по-моему, сейчас даже чуть занимается. И он работал на продакшн одного там небольшого канала. И он мне говорит, так и так, есть возможность попробоваться. Я говорю, женек, что нет, какие проблемы? Я приехал и так закрутилось. Сначала там, знаешь, там всякая фигня, типа телемагазина. Потом получилось, что можно делать вообще там условно все что угодно. Ну, главное, чтобы это было там нифига не стоило, да. Типа того, мы делали там кое-какие программы, ну, так, просто, знаешь, можно сказать, дурачились. Хотя кое-что было неплохо. Была у меня программа, там буквально меньше 10 выпусков мы сняли. ХЗ, это когда мы ездили по Москве, и появляется какая-то, знаешь, там новая приблуда. Условно какая-нибудь там остановка с солнечными батареями наверху. Просто я тормозил людей на улице, спрашивал, как вы думаете, что такое? Там попадали разные кадры, знаешь, там подвыпившие мужички, вот это все. То есть такой, знаешь, жанр, который больше сейчас свойственен для Ютуба, интервью, который я делал до того, как это еще было мейнстримом. То есть такие темы, то, что можно было снять за копейку. Потом все это дело как бы завернулось, то, что связано с тем каналом. Потом я с другим каналом подписался. Вот теперь потихонечку в основном делаем корпоративку. То есть уже есть определенный список клиентов. То есть им нужно в конце года, знаешь, там что-то, допустим, снять. Ну, условно, какой-нибудь корпоративный фильм о том, как у них там все это дело устроено. Мы приезжаем, снимаем это дело, собираем. Там тоже есть свои юридические утряски. НДА, конечно, нужно подписать. И мне лишний раз приходится рассказывать, чуваки, давайте без этого. Зачем нам подписывать, если мы куда-то едем на производство, да? Зачем нам снимать технологические мощности, которые вы будете потом в ролике выкладывать на свой же сайт, который будет условно открыт для всех. Ну, кто там посмотрит, кроме их самих, да? Но типа, зачем нам это снимать, если это не для публичного доступа, но вы сами этот видос будет выкладывать на сайт? Зачем нам подписывать НДА? Давайте мы просто не будем туда заходить. Это всегда человеческое... Тебе просто вот это вот все каждый раз ты описываешь, у них там бухгалтерия, все проходит через бумажки, в том числе, когда мы снимали, знаешь, там День открытых дверей, это же каждый раз нужно утрясать. Мы снимали там, как работает московское метро, и у меня там девчонка, которая занималась, там тысячи разрешений. То есть ты каждый раз приезжаешь, прикинь, тебе там нужно снять там две подводки, условно, несколько проезд на какой-то станции метро, вокруг люди, а у тебя время, пока ты приехал с одной локацией на другую, у тебя время час. А тебе потом говорят в метро, все там жестко, понимаешь, либо ты успеваешь, либо не успеваешь. Там тысяча документов, все это дело выбьется на несколько недель вперед, короче, это очень долго, геморно, не стоит особых денег. А корпоративка, ну ее попроще снимать, и как бы не нужно самому особо в кадр залезать. А корпоративка это что? Корпоративные фильмы, само собой, ну в конце, знаешь, когда предприятия в конце года частенько они делают, или в середине года, иногда они делают, допустим, своему шефу там что-то заказывают. Ты условно заходишь на какой-нибудь сайт, какой-нибудь компании, и у них там представление нашей компании, и там квадрокоптер летит, они говорят, знаешь, как у нас все это дело устроено, вот наши сотрудники, вот наши мощности. Это корпоративка. Иногда для внутреннего пользования в конце там какое-нибудь новогоднее мероприятие, и нужно из этого что-то более-менее нормальное собрать, неплохо снять. Ну такие, условно, как знаешь, есть жанр свадеб, так вот это вот жанр свадеб, но для больших уже компаний. То есть любой каприз типа за ваши деньги. Как ты пришел к идее создания игрового канала? Ты что-то хотел, знаешь, просто по этому поводу рассказать, и начал, само собой, как все люди, я думаю, почему бы нет, если люди делают, а чем я хуже, собственно. И вот нашел какую-то свою аудиторию, но фишка в том, у меня как бы канал небольшой, хотя, ну, обо мне, я думаю, все знают, что там большие блогеры, что маленькие, у меня там свои, знаешь, там условно есть люди, которые там почитают меня, которые нейтрально относятся, есть, само собой, хейтеры, без этого никак. Люди там всякие войны там по этому поводу ведут, что нет, мне приятно, прикинь, ты спишь, а у кого-то там сердечко за тебя болит. Серьезно. Ну, это тоже здорово. Так что, я просто, понимаешь, я что-то думал сначала одно, второе, я и до сих пор делаю всяческие там различные там мысли по этому поводу, ретроспективы. Мне несколько раз там чуваки в том числе пишут, знаешь, у меня есть видос, но не столь давно он выходил по поводу русской тоски насчет любви нашей к серии «Метро», в том числе к «Сталкеру», и мне люди прям несколько раз, знаешь, писали, они говорят, спасибо большое за это видео, но имеется в виду, за рамками комментариев, там через донаты, там через вот эти вот, говорят, большое спасибо, типа, знаешь. Ну, иногда я делаю видосы на темы, которые мне нравятся. Ну, конечно, есть и инфоповоды, новостные, да, то есть мне как бы не важно, какие релизы там выходят частенько. Если я во что-то не играю, значит, я в это не играю. Сначала я сугубо, наверное, напирал на какую-то ретро-тематику, а потом понял, что, ну, понимаешь, может быть, ретро-истории какие-то, их, конечно, еще достаточно оказалось, но я не столь сильно хочу непосредственно в них постоянно погружаться. Вот если я рассказываю что-то в ретро-теме, да, это не значит, что я обязательно там возвращаюсь к этой игре. Это может, возможно, какие-то воспоминания нахлынули или прочее. Для меня неважно постоянно оживлять какой-то опыт, чтобы что-то рассказать, так как просто иногда нужно вспомнить, чем-то соотнести, да, как это было, типа, тогда. Я не держусь за вещи, ну, в этом смысле как-то так. Мне неважно, чтобы у меня стояла на полке, знаешь, какая-то конкретная игра, которую я никогда не запущу, но гипотетически в четверг 22-го года, 30-го декабря, вот это вот все, чего никогда не случится. То есть для меня важно то, что было тогда. И знаешь, об этом рассказываешь, это тоже прикольно. Это вызывает, ну, некоторые такие прения в сети. Причем ты рассказываешь о том, как обстояла история. Мы с тобой говорили сегодня о Чипе Дейл-3, потому что это действительно было так. Ну, серьезно, ведь оно, с другой стороны, нет какой-то достоверной истории, которая бы действительно показывала все вот эти вот цифры, да. То есть в Википедии написано одно, в Википедии написано, там есть там приставка NES, которая в России, Dendy, что-нибудь еще, но просто никто не посчитал то количество мелких детей, которые брали Чипе Дейл-3 и вместо него получали эту самую большую букву G. Насколько это в том числе повлияло потом, да, вот русские версии, насколько ты не верил в обложки, в том числе на Sega, как это было на PlayStation под конец ее жизненного цикла, когда начали выходить типа эмуляторные игры. Я помню, такая игруха, знаешь, была на PlayStation 1. Называлась Blade 2. Я знал, что это нифига не... Нет, Blade 2-то был на PlayStation 2. И я знал, что не Blade 2. И, короче, этот был диск, и я никак не мог его проверить. Я говорил, чуваку, я говорю, скажи по-чесноку, что там есть. Он говорит, Blade 2. Он чуть ли не божился, понимаешь? И я был про это Blade 2, но эта проблема в том, что там была игрушка Power Blade 2 с Dendy записанная. Power было убрано, и было написано Blade 2. Но он-то был по-своему прав. То есть, понимаешь, были вообще шальные времена. То есть, столько мы всякого трэша видели. И из-за вот этой самой, так скажем, стерилизованной информации люди просто не знают, насколько обстояли дела. Ну, не так, как пишут об этом. Потому что, когда ты начинаешь по поводу этого опыта рассказывать, да, ну, банально, про ту же самую там Nintendo, про то, насколько народной приставкой там у нас была здесь эта самая PlayStation, потому что это действительно так. А что ты мог выбрать, ну, условно, после первой этой самой Dendy, ну, я не знаю, кто не верит, пусть посмотрит там какие-нибудь хроники новой реальности с Супоневым. Когда показывают из магазина этого самого Dendy, который, понятно, это был витрин и, да, всего, что происходит. Но ты смотришь на людей, которые жили в то время, да, в каких шапках, в каких одежах они находятся. И они вот покупают, в том числе своим детям, что вы, ну, мы пришли вот Dendy купить репортаж снимают. Да никто не купил Super. У Super Nintendo стоил картридж, как Dendy. Один. Да, да. Ну, извините, ребят, но был 3,5 человека, а остальные, кто там бросался деньгами в городах весят нашей Родины. Не знаю, кто эти люди, которые покупали себе Super Nintendo, ну, типа, с NES. Ну, а у единиц было. Нет, ну, понимаешь, они были, но теперь, оказывается, это мне тоже, там мои подписчики пишут, там был какой-то чувак, то ли на Ютубе, то ли где-то на каком-то портале, он, знаешь, там, из того разряда. А какая ваша была первая игра на Nintendo 64? Ты такой думаешь, просто, понимаешь, ну, на Nintendo 64, только представь, да, тут приехала PlayStation, ну, вот, когда наставили абсолютно все, диски по полтиннику, да, изначально, ведь даже не было русских версий, то есть она сразу была отчипована и прочее, но нет, кто-то, конечно, брал себе Super Nintendo и картриджи, в то время, когда у тебя диск стоил 50 рублей, нужно и картридж, там, не знаю, за 500 рублей. Ну, конечно, что, дурак, что ли, правильно? Зачем тебе это, Sony с дисками по 50? Лучше пусть найти эту Super Nintendo, которая нигде не прокомолала, и брать эти картриджи за 500 рублей. Правильно, когда, зачем тебе брать такое количество дисков за 50, если ты можешь взять один за 500? Ты же не дурачок, как бы, там, и родители у тебя тоже не особо по этому поводу глупые люди. И вот, и ты просто объясняешь, что, ну, как бы, люди, я не понимаю, как они просто не врубают банальную логику. Она заключается в чем? Что все штуки, которые у нас есть, ну, все это так или иначе обусловлено территорией, в которой мы живем. Вот у нас там растет свекла, растет картошка, которую Петр завел, растет репа. У кого-то там кто-то ест пророщенный бамбук, кто-то ест фрукт личи, фрукт дуриан. То же самое и наша видеоигровая история, но она не может быть никак тождественна той же самой там американской, потому что, когда к нам завезли сюда эти самые, те же самые там Дэнди, да, в то время там люди уже пересаживались на Super Nintendo, там, на Sega Mega Drive, а у нас мы только в Дэнди начинали играть. Когда к нам завезли Dreamcast, он, по сути, уже умирал. Да, да. То есть, и так вот оно и было. И Dreamcast, по сути, смотри, ну, когда ты говоришь, в том числе и о фактах людям, да, Dreamcast прожил, ну, едва, ну, год с копейками. Он вышел 9-го, 9-го, 99-го, и в 2000 году было уже официальное заявление, что, типа, Dreamcast discontinued. Ну, это не значит, что игры не выходили. Grandia была одной, вторая часть одной из последних игр, которая выходила, но это уже наверху было принято решение, что Dreamcast все, новых не выпускается. Это ровно как сейчас, да, там, в Эру PlayStation 5 брать PlayStation... А есть, кстати, мягко скажем, такой, возможно, немножечко подтвержденный слушок, что PlayStation 4 более особо так-то не производится, как бы. Так они вроде даже официально вот заявили, что все прекращается производство. Может быть, я пропустил, да, потому что... Или это было... Мы обсуждали, может быть, с чуваком, который знает немножечко эту историю, который... Ну, может, было до официального заявления. Короче, PlayStation 4, все, она вот закончилась. То же самое с Dreamcast. Это все равно игры-то на нее выходят, да? Но сама по себе приставка, вот она уже как бы отжила. То же самое было с Dreamcast. У нас в 2000... В 2001-м у нас его продавали. Я помню даже время, когда... Слушай, его даже позже еще продавали. И позже, слушай. Да и, в принципе, сейчас... Но фишка-то в чем была? Я просто помню какие-нибудь моменты, да? Ты приходишь там и смотришь на развале. Есть там сборник. Тогда же все это было, знаешь, по сборникам. Особенно вспоминается Army Man какой-нибудь на первый... Там было шесть в одном Army Man, знаешь, десять в одном. Кто больше смог запихать? И ты заходишь такой, и там сборник Tony Hawk's Pro Skater один, два, три, четыре. А на Dreamcast так и лежит Tony Hawk's Pro Skater один, два. И такой в голове мысля, а почему так? А не было три, четыре, потому что как бы Dreamcast все, и компания эта там отказалась от этой истории. То есть как бы вот так вот. Он, конечно, был крутой, да, но он свое быстро отжил. И ты просто расскажешь об этом, и чуваки, знаешь, принимают какие-то темы. А вот, нет, тогда ты вышел. Да и сейчас выходят там различные игры, да? Всякие там бутлеги, там различные прочие там люди, которые там старые штуки портируют на Dreamcast. Но это не значит, что приставка живая. Это как PlayStation Vita, да? Она, ну, все. Кое-что на ней выходит, она типа нормальная для фанатов, но новых игр на ней не жди. Ну да. Ее убить пытались официально недавно. Да, и как бы... Sony просто переобулась вовремя. Да, да, и хотя фиг его знает, знаешь, вовремя, не вовремя, нужно, не нужно. Конечно, они имеют с этого денег, это как в больших компаниях. Ты же понимаешь, что всегда дело на балансе. Целесообразность, не целесообразность. Фактически, ты всегда можешь со всего понимать деньги. Но возьми ту же самую Konami. У нее немалое количество разных интеллектуальных собственностей, которые они не используют. Они говорят, ну вот недавно у Konami, что там вышел очередной, там починка, автомат. Вот, для этого они используют. Понимаешь, да, для этого, ну, типа, ну, там, конечно, насчет Silent Hill, возможно, кое-что придется подождать. Верю, жду. Но, опять же, это потому, что другие проявили, понимаешь, желание. Почему бы Konami не делать этот Silent Hill? Они говорят, у нас есть собственность, собственность, она... Мы делаем починка, автомат, и все. То же самое. Если у тебя что-то есть, не обязательно ты этим будешь заниматься. То есть, и если там есть какой-то магазин, который что-то продается, видимо, люди наверху кое-что там более-менее дебет с кредитом, так скажем, свели, они говорят, мы, может быть, не очень хотим этот магазин поддерживать. Ну, окей, сейчас они его поддержали. Что толку? Это не реанимирует эту самую приставку. Это не поможет. Это скорее же просто, чтобы народный гнев. Ну, да. Там было какое-то бурление. Сказали, ну, окей, пусть. Ну, через год они его закроют, через полтора. По сути, это ничего не изменится. Потому что, я сколько раз говорил, это останется истинным. Не только в моих слов, потому что это догма. Потому что ты влияешь на рынок только если ты являешься на нем игроком. То есть, непосредственно, если ты своей копейкой платишь, напиши сколько угодно там всяких, я не знаю, чаяний, желаний и всего такого. Если нет финансовой целесообразности, и если ты не покупаешь этот самый... Ну, как угодно. Единственное там то, чтобы победить, чтобы вот есть люди, вот, мы за геймпасс через Аргентину. Ну, ребята, ну, геймпасс должен расти круто. Ну, если ты хочешь, чтобы офигенные игры, ты должен, в том числе, каждый должен по копеечке. Но пока, извини меня, вы не покупаете геймпасс, пока вы покупаете его через Аргентину, какого чуда вы ждете? Когда вот там офигенное количество людей, которые купили это за большую стоимость, тогда вам игры завезут реально. Люди скажут, нифига себе, сколько геймпасс генерирует денег. Тогда да. А пока сидите, ну, медиум, вот, и все там, и все нормально, ждите следующих медиумов там. И они придут к вам там, вот это все. Смотри, я познакомился с твоим каналом года два с половиной назад. Любил смотреть видосы про Сэмл Хилл и нарвался на твой видос на канале Новая Алдова. У тебя есть Ejects Live, это чисто твой лайвблок. Ну да, это там политота бывает. Вот, ну, тоже клевый канал. И нарвался на видос по Сэмл Хиллу, мне казалось, что я знаю о Сэмл Хилле все, и тут опа, что-то новое. Я такой, так, погодите-ка, я этого не знаю, интересно. Начиная дальше, у тебя там еще видосы по Сэмл Хиллу, типа, смотрю, смотрю, круто. И тут нарваюсь на видос, ну, просто сидишь, разговариваешь. Думаю, так, погоди, это канал про обзор, либо там про истории старых игр, или про что. Потом нарваюсь на обзор, думаю, так, о чем твой канал? Вот можешь сам сказать? Я понял, да, да. Ты говоришь о том, что нет некой общей такой линии, некой там консистенции. Я с тобой согласен. И я с точки зрения логики, как вести канал, наверное, делаю это неправильно. Потому что, да, потому что есть какой-то зритель, который приходит за этим, за тем, потому что большинство, как ни крути, там, для меня, о чем этот канал, во многом, как бы то ни было, да, может быть, немножечко эгоистично, лично обо мне, о моей точке зрения на какие-то вещи. Но прежде всего, там, я, наверное, во главе угла нахожусь своего собственного этого канала. Но, как бы кто ничего не говорил, огромная часть каналов на Ютубе, это мало кто может позволить вести себе, вот особенно в таком формате, личный блок, высказывая свои мысли. Потому что всегда нужно отталкиваться от аудитории, всегда нужно делать это, нужно делать то. Ну, как ни крути, у нас, опять же, есть определенный костяк, вот, кора аудитории, против него, типа, нельзя идти. Ну, как ни крути, Россия в данный момент, это вот, ну, это витрина ПК-гейминга, скажем так, в огромной степени. Это обусловлено... Нет, есть, ну, мы с тобой, смотри, мы с тобой сидим сейчас в хорошем месте, в неплохой студии, да, в центровом, так скажем, в центровой части самого главного города в России, и возьми, представь, какого-нибудь человека, который там за 500 километров от этого даже не в областной теме, но кто эту самую PlayStation 5, даже вот если она есть в целом по зарплатам, пойдет, отдаст за нее сейчас эти самые 50 штук, чтобы игры покупать за 5500. Это я тебе говорю, как чувак, который проехал, типа, всю вот эту вот Россию. Можно мне рассказать все, что угодно. Когда я, в том числе, там, мы едем, там, с этой, с моей съемочной группой, мы тормозимся где-нибудь в автобусе, да, это между одним ничто и вторым ничто. Когда ты проезжаешь по этим эмкам, то есть трассам, да, когда вообще ничего нет, поля, какая-то деревня, где один дом, другие покосившиеся, где-то вдали церква, и ты тормозишься, и там реально люди там покурить у тебя стреляют в процессе, то есть вот это вот, ну, как таковая часть, и ты хочешь сказать, ну, дофига кто может, если могут, значит, я ошибаюсь, значит, я видел не ту какую-то Россию, мне нужно было в другие стороны смотреть, но в целом это очень здорово обусловлено нашими вот этими денежными какими-то моментами. Это рационально, я не против этого, просто пусть люди рассказывают свои истории, но когда, извини меня, у тебя один человек, который ведет канал, имеет этот самый ПК с RTX, а все остальные сидят на купленном там ПК для учебы, но Акела-то у нас один, понимаешь, и как бы у всех остальная тема, кого вы, ребят, хотите обмануть, ну, типа, зачем? У меня не столь давно просто была, знаешь, такая история насчет этого ПК, мне же периодически пишут, вот, у меня там все великолепно, что и как, я рассказал историю там своего друга, который там купил, ну, просто сейчас это, он просто может себе позволить, да, он купил своему бате просто 300 штук, это не кредит, ничего такое, просто, ну, сейчас это стоит, одна видеокарта дорогая, там, типа, 300 штук, он ему купил, я показал, как выглядит этот комп, и начались сразу, короче, твой друг сделал это не так, кто выбрал не это, все вот это, знаешь, вот эти вот видосы, они же не просто... ПК-конструкторы. Да, сколько видео в интернете, да, я захожу иногда к людям, которые бьются за эту тему, у них там есть хороший, наверное, член. Сборка ПК за 50 тысяч. Блин, да, да, они подписаны, знаешь, этот, наверное, хороший, малый, я не знаю, просто не смотрю, такой Бригмен, как это называется, да, и вот у него там собрать топовый комп за 40 тысяч рублей, там, вот это вот все, и там какие-то, ну, немаленькие просмотры, то есть люди вот сидят, все это, они смотрят, обсуждают, да, условно, как свою там шестерку докрутить до Феррари, я не верю в это, но вот, понимаешь, и они вот это вот все, и вот эти люди мне пишут, что вот можно сделать так, можно сделать так, я говорю, у тебя есть шанс, покажи свой этот ПК, и знаешь, и никто, никто из них, причем после этого, я даже не просил, я провожу стрим, и мне чуваки, которые не пишут по этому поводу, которые просто рассказывают, они мне присылают фотки, я говорю, ну ладно, если вы хотите, давайте посмотрим. Один присылает фотку, у него там одна барабанная установка, ну знаешь, там хорошая, видимо, чувак живет в хорошей квартире, он говорит, ну у него там стоит PlayStation 5, он говорит, я играю на PS5, там сбоку Mac, он говорит, я на нем работаю, там барабанная установка у него очень хорошая, ну как бы довольно-таки неплохая, целостью, с тарелками, с прочими делами собрана, второй чувак тоже, видимо, то ли не в России, то ли где, у него там маслкар сбоку стоит, то есть вот эти все ребята, и никто из них не воюет, они говорят, видео мне снял на 12 минут, у него там тоже комп за какие-то 200 с лишним штук или около того, он говорит, ну я на нем не играю, я играю на PlayStation 5, но даже специально, там знаешь, там футаж этого бога войны, но якобы какое-то доказательство, то есть мне немерено этого дела прислали, малый какой-то прислал, который собирал комп специально для Таркова, прикинь, у него даже там внизу в компе, типа какие-то солдатики, знаешь, в этом системблоке, он говорит, ну я все равно тоже не являюсь этим фанатом, но в том числе он как бы использует это для игр, да, и то есть я за что, если ты это выбрал, ну реально как бы твой выбор, да, ты выбираешь там условно какой-нибудь скейт или ролики, да, у тебя там выбор, то же самое и здесь, у тебя выбор там приставка или ПК, то есть расскажи, почему ты это выбрал, почему произошло так, почему ты готов в это дело вваливать, потому что, когда начинаются истории, что вот мне, и нет ничего в этом плохого, но согласись, а как ты можешь купить, если ты какой-нибудь там мелкий чувак, у тебя нет денег, ну только через родителей, правильно, но родители не купят тебе приставку, потому что ты на ней не будешь печатать реферат, правильно, да, то есть и поэтому как бы выбор ПК, и в этом нет ничего плохого, но им нужно, понимаешь, им нужно сбиться, им нужно доказывать эти вещи, причем они сами пишут, они знают, что у них там, у какой-то части, хорошо не у всех, у всех остальных там за 300к, да, но у какой-то части людей, у них вот этот вот самый купленный родителями ПК для учебы, ну какая проблема, себе это признай, скажи, ну да, так и так, и задай себе вопрос в будущем, ты будешь на нем, ты будешь его апгрейдить, будешь покупать новый, или может быть возьмешь эту же самую там, знаешь, там PlayStation, у меня была на моем канале, небольшой канал, ну согласись, 40 тысяч там с лишним, да, я, блин, из всех вот этих крутых там блогеров, сотников там, которые имеют 100 тысяч и прочее, я, вот не скромно будет, я один из всей этой ватаги, которая круче меня, я разыграл, извините, PlayStation 5, и я разыграл по сумме, ну PlayStation 5 второй, ну что это три плойки ты разыграл, ну по факту, плойку и две суммы, по-моему. Да, ну там как бы помимо этого, то есть я единственный, кто все это там делал, ну вот из всех, я не знаю, ну скажите мне, кто еще до сотни это сделал, да, не вилсиком какой-нибудь и прочее, то есть, и мне люди, которые прислали, это опять же, точно такие же обычные люди, которых я вижу. Я смотрел твой стрим, когда ты выбирал, ну, видео, которые победят, и мне вот напомнила твоя, скажем так, акция вот с розыгрышем этих консолей, знаешь, недавно шумевшая по Доместесу. А, насчет туалетов. И вот ты так же в своей акции попросил у человеков скинуть видосы, как они на самом деле живут, где они играют, на чем играют, и просто, ну, ты показал настоящих людей, геймеров, в наших невероятных широт. Понимаешь? И ты смотришь и думаешь, блин, все красиво, конечно, на этих крутых каналах, вот там все, сидишь там, фон, там крутой ПК, а ты вот показываешь, вот люди вот так живут. Вот об этом как бы и разговор, и что плохого, понимаешь, это рассказать, потому что зачем жить в этом иллюзорном мире? Как, ну, действительно, разве по чесноку люди говорят, там, вот там ничего не тормозит? Ну, все же мы знаем, всем включали, какой бы у тебя не был топовый ПК. У меня еще по тем временам, это было, знаешь, там, PlayStation 3, хороший, вот Диман, у меня там друг, который оператор мой, кстати, там и на первом канале, там и на втором, то есть он снимал там первое лицо, но он такой, знаешь, он прям вот идейный был за ПК. Он вот себе собирал, конечно, это для работы, в After Effects копаться, то есть помимо операторских тем, еще там двигался в другие стороны, но вот у него реально такая тема, я всегда играл на этих PlayStation, как раз было время тогда PlayStation 3, PlayStation 4, были последние Crysis, Crysis 2, Crysis 3, он такой, вот сейчас там я запущу, и помимо этого, когда играл там одни из нас, мы тоже с ним по своим юморелем, он говорит, ну, что, как у тебя Crysis? Я говорю, ну, Диман, как PlayStation 3 делай, так он у меня и тянет, а вот у меня там на максималках, ну, извини меня, у него была вот эта вот ПК-тачка, в которую он фиг знает, сколько бабок вложил, это был реальный его выбор, он по каким-то, знаешь, вот этим вот делам, там ему прям вот идейно там нравилось, да, но с другой стороны, он там не пробовал эти самые там одни из нас, да, он не пробовал этот первый РДР, вот это все, но это был его выбор, в том числе какого-то определенного ретроградства, потому что он из давних времен, он вот еще тогда у него было ПК, он, знаешь, один на второй, менял у всех какие-то свои соображения, и я знал почему, но сегодня, ребят, ну когда мы действительно так живем, ради кого вы создаете эту шумиху неправдивости, чего вы еще хотите, я не знаю, ну просто расскажите, как есть, все будет нормально, ведь, понимаешь, есть, как мы и сказали, Ютуб, да, это такая история, как ни крутит, ну, многие каналы, они существуют для того, чтобы просто прибить себе, ну, какую-то часть аудитории, у меня небольшая аудитория, но у меня, извините, взрослые мужики, которые меня смотрят, ребята, в том числе там какая-то часть девчата, но это понятно, это такие, ну, это взрослые ребята в целом, но там же все равно какой-нибудь юнец приходит, ему тоже нужно куда-то прибиться, и для них создают атмосферу, ребят, вот это вот все, вот посмотрите, вышла очередная фигня, и они ко мне приходят, вот знаешь, там насчет Хорайзона, да, недавно вышел видос насчет второй части, я не дикий фанат женских персонажей, но как бы то ни было, игрушка выглядит неплохо, есть свои косяки, что это кроссген и прочее, и эти, понимаешь, у них вот радикальность мышления насчет того, что ты будешь оправдывать всякое Г, ну где Г, ну как ни крути, игра, ну хорошо, пусть она выглядит для тебя, вот даже если все отбросить, ну среднячок, ну никоим образом, вообще не Г, откуда вот эта вот радикальность, понимаешь, откуда вот эти вот, вот это вот, вот это PlayStation, как будто она им давит там на одно какое-то место, бедолаги, которые пишут насчет Bloodborne, которые ждут там его по 6 лет, причем реально ждут, не просто, не то, что знаешь, они там чем-то занимаются, реально ждут, понимаешь, они вот сидят и 6 лет, они мониторят новости, есть какая-то статья, мне кто-то скидывал, знаешь, там на ДТФ, чувак пишет, типа, как я ждал Bloodborne, там так и написано, знаешь, там мои годы, серьезно, мои годы ожидания, там так и написано, он говорит, я такая новость пришла, сякая новость пришла, пятая новость пришла, и как ни крути, серьезно, несколько тысяч, все равно это деньги, мне, мои зрители, подписчики иногда, знаешь, там присылают всякую тему, они говорят, там не нужно, там двигать там политические, я не знаю, как не двигать политические истории, потому что, я снимаю видос еще давным-давно, Days Gone, там жизнь после, символичный 4.4 за 90, причем я видос тут снимал еще на кладбище, два года едва пролетело, два года, прикинь, пролетело, и мы имеем Returnal за 5, ну плюс с копейками, 5500, по-моему, ну и что, ребят, вы хотите сказать, ну типа, здесь ни при чем, вот весь этот движ, то, что с рублем, Call of Duty, Black Cops, Cold War, 6500, с двух на версиях, каково? Вот так вот, а что, подожди, на, в Стиме, Mass Effect трилогия, тоже, по-моему, 3500 сейчас. да, а Стим постепенно приближается к этим самым. Причем, и они такие, да, конечно, я не спорю, 3500 пока еще не 5, но это вопрос, когда еще будет не 5, и стоит ли оно на самом деле того, и ведь согласись, мы с тобой, как взрослые ребята, мы отлично понимаем, что, ну, это же не просто юмор того самого Сашко Фокина, да, я буду устанавливать, мы не устанавливаем все игры, мы часто берем то, что субъективно, вот нам как-то нравится, и это субъективщина в том числе работает касаемо синематографа, это работает среди дядек в больших компаниях. Как они одобряют игру? Ну, вот прежде всего мы говорим, там, ты иногда выбираешь какую-то штуку, которая нравится тебе, сугубо по сеттингу, ну, вот лично твое, либо там по герою, да, либо почему-то такому, а дядьки наверху, которые решают за большие бабки, как они выбирают? К ним приходят, говорят, о чем будет игра? Они говорят, ну, вот про зомби, и главный герой там чувак. Они говорят, первая часть нормальна, вторая уже хрень. Они не говорят, меняйте технологически, они говорят, меняйте сеттинг. Понимаешь, они вот именно это и говорят. То есть даже чуваки наверху выбирают именно так, как люди наверху понимают, про Бэтмена это лучше, чем про не Бэтмена, потому что Бэтмен это узнаваем в определенных кругах. Или как мне, знаешь, тоже малый пишет, вот выходит там новая игрушка по вселенной Вархаммер. Вот как ты думаешь, будет ли у нее взлет? А я ему говорю, логично, ну в том числе, как чуваки наверху, у этой игры есть определенная своя база, и выше головы она не прыгнет. Потому что есть люди, которые, ну типа, ты не фанат Вархаммера, я, допустим, не фанат Вархаммера, да нам эта игра вообще никуда не шелестела. Тебе кто-то скажет, новая игра про Вархаммера, да какая разница, серьезно, ну правильно, тем более, если это какой-то среднячок. То есть здесь абсолютно логичное осуждение, так оно устроено, и по-другому здесь ничего не провернешь. Хотел тебя спросить такую вещь. Вот смотри, ты работал на телевидении, да, у тебя есть большой опыт съемок, там, как все это делается, ракурсы и тому подобное, там, бэкграунд, то есть фон, свет, но ты в своем канале это не используешь. Почему ты не пользуешься этим опытом? То есть, ну, ты, допустим, можешь записать какой-нибудь там, типа, лайв-формат, ну там, сел на подоконнике и там рассказал, там, ну, не паришься с настройкой камеры, со светом, чтобы был красивый фон, как у всех этих блогеров. Почему не пользуешься этим опытом? Потому что, наверное, разгильдяйство какое-то, и знаешь, потому что тяжело. Я знаю... Туполю, что ли? Ну да. У меня еще, знаешь, какие темы, у меня касаемо там света и всего такого. У меня там неплохая камера сама по себе, там, не дико великолепный объектив, но я его там не менял по этому поводу. Вот у вас какие-то G7, кстати, Lumix, у меня там, точнее, у вас G5, у меня G7, он чуть попроще, но тоже, как бы, понимаешь, неплохая камера сама по себе. У меня здоровый софтбокс, у меня есть отдельный специальный большой свет, я все это не юзаю, потому что, как бы, ну, просто и геморно, и заморачиваться, неохота в теории, нужно там бы все это выставить по красоте, но я не считаю это, как бы, основной... Наверное, это нужно. Кто-то, знаешь, заморачивается. Я приезжал к Малому, причем, ну, мы познакомились, он тоже там ютубер, я к нему ездил там чинить свою PlayStation Vito. Мы просто парой слов перекинемся, а вот знаешь, он такой энтузиаст в этом плане, у него камера, у него один объектив, по-моему, за полляма, да, и вот он что-то, он хотел, знаешь, во все эти дела влиться. Мне никогда неинтересны были, вот, собственно, технические, да, детали, так как я изначально даже, вот, на телеке, когда все это, что снималось, оно снималось лайвом. Я понимаю, ну, как бы, как это сделать, я понимаю, насколько это в том числе затратно. Вот здесь банально я вот вижу, да, каждую из стоек, допустим, под свет, и я знаю, что вроде это просто, да, когда ты в этом деле, но ты собираешь, знаешь, у тебя три крепления, каждое открутить, все это дело вниз, сверху открутить, снять, упаси боже, потом этот софтбокс собирать, вот эти вот железные пруты из него вытаскивать, все это обратно. А мне вот больше нравится, знаешь, там, включил, как бы, записал и все, а моя площадь вот здесь, она как бы не позволяет, знаешь, иметь отдельную комнату, там, под запись, да, вот это все, и поэтому, наверное, как-то проще. Оно, конечно, хуже, потому что лучше всегда, лучше, чем хуже, но вот мне как бы такое подходит, и вроде я считаю, что в этом формате. YouTube ведь, понимаешь, какая история, но это моя точка зрения, она может быть ошибочной, потому что если весь телек перетащить на YouTube, то зачем тогда, собственно, YouTube? Потому что можно хороший продакшн, можно это все круто, но такие штуки, как там Дружко Шоу, да, это показало, что у этого есть, но все-таки хочется какого-то человеческого лайва, да, вот кто там заспанный, там, ну, сейчас все равно мы с тобой, нам чуть-то там и гример там подмазал, да, ну, лучше вот ты встал, знаешь, такой, какой есть, там какой-нибудь, я не знаю, там, опухший после Тусаджа вот это записал, зато сказал, что... Потому что люди-то больше ценят, особенно сейчас, в том числе какие-то стримы, лайвовые форматы, вот что-то такое человеческого не хватает. Глянцевая картинка хорошо, но всегда вот тянется за чем-то таким человеческим. То есть ты больше за настоящее, чем за этот обман, скажем так. Ну, типа, ну, это не то, что обман, понимаешь, это, ну, это продакшн, это стоимость, это все, это неплохо, это хорошо, пусть оно такое будет, но я на YouTube больше смотрю, как на что-то вот такое, понимаешь, определенное, как бы я не вижу ничего плохого, там, в каком-то там фиговом звуке. Я вообще свои лайв-блоги пишу, хотя вот, ну, немалое количество, получается, для такого, но все равно там за 40 тысяч, там, перешагнул. Дело в том, что я вообще пишу, просто на камере включаю рек, я даже просто, чтобы потом, я, ну, это лайв-блоги, не столь часто, но периодически бывает, я просто флешку потом сгоняю, и напрямую с флешки все, просто лью на YouTube. Никаких, понимаешь, там, никаких обрезок, никаких дорезок, ничего такого, даже микрофон не подключаю, потому что, ну, хотя у меня есть, у меня два сенхайрзерских микрофона, у меня обычный этот ресивер, короче, есть. То есть у меня все эти дела, но просто как бы в лом. Я пишу, потому что я считаю, ну, в какой-то степени, моя точка зрения, что вот человеческое какое-то важнее. Это меня не оправдывает, потому что качество, конечно, превыше всего, но я считаю, что на YouTube можно делать, как ты хочешь, и я делаю так. А у тебя в планах нет сделать какой-нибудь такой контент, который будет вылизанный, глянцевый, либо изменить формат канала? Не, на самом деле, что ты не думал. Я думаю, что, знаешь, я свою аудиторию, свой какой-то вот формат нашел, а качество контента, ну, фиг его знает, я считаю, вот какие-нибудь делаю выпуски без моего личностного присутствия, да, какие-нибудь там выпуски не вышло и прочее, вот оно уже есть в каком-то определенном формате, дальше, ну, там особо нечего, там только если менять как таковое, там, само разрешение, до 4К там доводить, да, и прочее, но это в дальнейшем с эволюцией так или иначе, наверное, случится, ну, когда у всех будет на ПК 4К там и прочее, но в целом нет, вот я такой формат, потому что, знаешь, оно как-то реально живее, потому что сколько ни вылезет, да ты и сам, наверное, знаешь, то, что связано, да, там с ТВ-продакшеном, это все всегда периодически стопится, если на улице проблема с картинкой, проблема с шумом, проблема с тем основил, какого-то человека там, условно, да, на улице, давайте перезапишем, что-то потеряно со звуком, так или иначе, всегда есть косяки, даже когда ты снимаешь для телека, всегда кто-то где-то не рассинхронился, кто-то где-то потерял звук, у кого-то выпали батарейки, у кого-то еще что, постоянно какие-то косяки случаются, это как мы снимали еще давным-давно там рекламу одной воды, и мы там приехали, там, знаешь, там заказали железок, мама дорогая, у нас отдельная машина ехала просто с железками для съемок, мы, короче, подсвечивали колодец, мы снимали до полной ночи, мы колодец сделали в конце с этой водой там, как днем, ты представляешь, сколько мы там света привезли, это была уличная локация, мы брали с собой два просмотровых монитора, чтобы проходку снять в небольшом лесу, то есть там было столько этих девайсов, я на все дело смотрел, и я понимаю, чего это стоит, но у меня там оператор, малый Макс, который, знаешь, заракечен по этому поводу, но я сторонник вот такого лайва, потому что даже когда на телеке, вот изначально я снимал свое ХЗ, мы выезжали как, у меня был простой один микрофон с батарейкой, да, он был, ну, через ресивер подключен к одной камере, у меня был один оператор, и вот мы снимали то, что могли, там как-то глупость, дурачились, может быть у меня подход не тот, потому что, ну, это скорее всего более, знаешь, такой какой-то лайвый подход, чем действительно какой-то режиссерский, потому что режиссерский, это выверенный момент, это вот если мы не сняли, то переносим на следующий день, а я считаю так, ты должен приехать, если снимаешь, условно, там программу пяти минутку, пяти-семи минутку, ты должен успеть все за один день, снять какую-то фигню, добавить какого-то рок-н-ролла, и вот из этого есть определенная живость, но это лишь моя точка зрения, мне так нравится. Часто тебе пишут твои подписчики, ну, вот, про эту проблему, ракурс, что ты поменял, как-то ну, там, сделал более глянцево, или вообще не пишут, их не краю. Знаешь, пишут, но, наверное, это скорее всего может быть какой-то прикол, там, или какой-то мем по этому поводу я не выкупаю, когда бывает я, ну, лайв-формат, причем, как ни странно, да, он, типа, работает, а бывает я записываю в лайв-формате какую-то тему, и потом думаю, что ее нужно, ну, имеется в виду вот лайв-блок, который просто я флешку вставил в камеру, записал, и, типа, потом нужно слить. Думаю потом, нужно добавить различного рода футажей. Добиваю футажей, понятно, что у меня еще акустика тоже, там, высокие потолки, и особо ты с этим ничего не сделаешь. Может, я звук не очень хорошо, но все равно звук напрямую с камеры, да, и он не очень крутой, и чуваки такие, купи, наконец, петли. Я говорю, ребят, ну вы первые видео, что ли, мы ее смотрите, у меня этих петличек несколько штук. Ну, может, это, я не знаю, какой-то юмор или прочее. А с другой стороны, я... То есть, тебе лень даже петличку повесить? Нет, когда лайв делаю, я, понимаешь, я не вешаю. Так-то я, да, я, когда знаю, что я буду монтировать, я, само собой, вешаю, но в какие-то моменты чуваки такие, вот сейчас он без петлички, типа, вот мы его поймали в этом. Ну, может быть, шутка юмора, фиг его знает какая-то. У тебя, в твоих видео, ну, твой образ довольно-таки эксцентричный, яркий. И я часто встречал комментарии, да и ты, бывает, сокрушаешься по этому поводу, насчет твоего внешнего вида, то есть одежда, ну, твой образ. Ну, да-да-да. Много ли тебе предъявляли за дырявые коленки? Вот даже у тебя джинсы вот эти модные. Слушай. Я ничего сразу говорю против не имею, но я, так понимаю, много предъявляю. Я понял, но, знаешь, в жизни, в жизни, кстати, немало, как ни странно, причем это было там и в столице, и в других городах, ребят встречалось в жизни ни разу в интернете. А именно за видео? За видео, ну, конечно. Вы знаете, все у нас модные, себя одеты. Конечно. Я поэтому, знаешь, и говорю, ребят, ну, если ты выступаешь там каким-нибудь фэшн-критиком, ну, ты, ну, я, что бы, я, я, может, прислушаюсь к тебе, а почему бы нет, да? Ты просто пришли, чтобы я посмотрел. Я такой, опа, вот он, Александр Васильев с Первого канала мне пишет там, да? Или какой-нибудь Александр Рогов, да, тоже есть такой. То есть я такой, все, ну, здесь понятно. Ну, как бы, я говорю, да кто я? Че там я буду? Ну, все с тобой понятно, родной. Типа, почему менять то, что тебе нравится, ради мнения того, кого ты вообще не знаешь? Ну, условно так. По факту. Причем тоже как бы, нет, почему нет? Это же как бы, YouTube здесь всегда есть определенный там хейт, вот эти вот дела. Просто, ну, я не знаю, там джинсы с дырявыми коленками или прочая тема, это абсолютно мейнстримная фигня сегодня. Ну, где нужно жить, чтобы не знать, что такая фигня существует? Ну, видишь, есть такие люди. Наверное, там ПК собран за 300к и в городе ни одного чувака с дырявыми коленками. Как ты говорил, двухъяростные лофты там. Да-да-да, все дела, понимаешь, вот это вот. И я, причем, опять же, я был и в разных, я был там и в северных городах, и как ни странно, я был в таких там заведениях, в таких кабаках, где вот вообще, знаешь, там мы в различных телеграм-каналах вообще лютый хардкор, якобы происходит. Нигде не было, ну, никаких там ярых вообще предъяв. Не только по поводу внешнего вида. Не, пытались склеить, типа, каких-то девах из компании, которая к нам приезжала. Но так все было более-менее норды. Я тебе скажу, ты чего это было? Где, по-моему, в Магнитогорске, если я не ошибаюсь, как ни странно, там был клуб, вот прям там клеймония, где ставите там, вот эти вот чуваки, так скажем, около гопнического вида были, короче, одеты, будь здоров, как в розовых штанах. Да ладно. Я тебе говорю. То есть, ну, как бы это до сих пор стереотип, что, ну, где-то в голове чувака, который сидит вечно за своим компом, наверное, так устроено. Но ты посмотри на сегодняшних каких-нибудь там, условно, скажем, стереотипных, да, якобы каких-то гопников, которые ходят в спортивных подкатанных штанах, вот это вот там все по зиме. То есть, ты смотришь, и ты такой понимаешь, что ты, мягко скажем, по моде за ними вообще не успел. Эти чуваки тебя обогнали уже на несколько поколений вперед. Не, ну, это реально так, как бы сейчас оно устроено. Сейчас уже, ну, таких, как люди из кинофильма Жемурки, их уже не существует. Это вообще сейчас тренд наоборот. Вот эти оверсайзовые там какие-нибудь, это супер какой-то фэшн, так что я здесь вообще не вписываюсь. Я тут вообще ретроград в этом плане, знаешь. Так что, может быть, это реально какие-то там историки моды, бог его знает. Историки моды. Ну, я не знаю, как еще сказать. Хотел бы тебя спросить. Смотри, у тебя на канале чисто мужская аудитория, или все-таки есть и женская аудитория? Есть какая-то, конечно, часть женской аудитории, но я не очень доверяю вот этим, знаешь, самым темам, где там написано у тебя по YouTube статистике, потому что там как угодно, может, там под женским, под мужским ником, но бывают и пишут барышни, конечно, да, там всякие моменты бывали, что ж поделать. Ну, я-то харизматичный, малый, так что, как говорится, мне иногда не писать. Потому что, как ни странно, особенно девчонки сегодня, ну, опять же, кто у нас не играет в игры? Мы вначале об этом говорили. А сейчас все играют. Вот именно. И девчонки, что они, не люди, что ли, извини меня, или чем они должны заниматься? Ну, если стереотипное мышление насчет рваных коленок, то девчонка находится на кухне с поварешкой, и как бы все, и здесь ее мир закончен. А в целом, все девчонки тоже рубятся во всякие, знаешь, там и в PlayStation, и в Nintendo Switch, там и в ПК, и на телефоне. Так что игры, это как фильмы для всех, как книги, там, как прочие дела. Для всех, но не для всех. Типа, я запрещаю вам играть на PlayStation 5. Играйте на ПК. Только на ПК. Только на ПК. Какие у тебя любимые игры? Давай, так, смотри. Ты играл на PlayStation 1, на PlayStation 2, на PlayStation 3, на PlayStation 4, сейчас на PlayStation 5. Можешь назвать на каждой из этих платформ свою любимую игру? По одной прям, да? Да. Но можешь по три, если там, ну, прям хочется. Потому что это будет странно, типа, по одной, если мы берем какую-нибудь МГС, то получается уже, да? Да, да, тут сложно, согласись. Смотри, давай тогда начнем с PlayStation 1. Начнем. Та, которая меня люто всего впечатлила. Да, от самой любимой. Это как раз, наверное, будет вот первый Metal Gear, потому что, как ни странно, по тем временам мне он попался еще японский сначально. В общем, жесть. Но меня на Егорли в этом плане, когда был обмен дисков, и я был рад для себя, что, оказывается, у этой игры есть английский... Нет, давай, Metal Gear будет мейнстримно, знаешь, будет... Пусть, давай, это будет игрушка. Ядерный рассвет называется Nuclear Dawn. Chase the Express она называется. Знаешь почему? Не потому, что она... Не играл. Типа, нет, ты ее, наверное, знаешь. Это... Сейчас я про нее чуть-чуть расскажу. Это странная история. Не то, что она как бы любима, пусть это связано будет с какой-то историей. Изначально вышла игра, это когда уже был конец жизненного цикла, и вроде все игры отстрелялись. C12 уже вышла, знаешь, это такой в духе Терминатора была игрушка. И здесь выходит вот эта игрушка, называется Chase the Express. Она выглядит как Resident, плюс чуть-чуть как Metal Gear. Там чувак бегает по поезду. Вот если так вот сказать. Все, да, да. Ника, якобы, помнишь, такой кинофильм был? Я взял эту игрушку на двух дисках, это конец жизненного цикла уже, Alone in the Dark, The New Nightmare вышел. Я взял, и она такая, блин, офигенная, то есть с крутым графоном, как Resident, да плюс еще как МГС, да еще понятно, что это уже, ну как бы цикл консоли завершается, да. И она была на японском. И я был люто разочарован, но это как раз было время выхода, и буквально через две недели она выходит, но уже как бы наши пираты ее уперли у европейцев-американцев, она называлась уже Ядерный рассвет, и она была уже в русской версии. Я был офигенный этому рад. Но пусть она будет, пусть будет вторая, тоже не особо известная, потому что слишком, ну знаешь, там Metal Gear, Resident называть, это слишком тогда по верхам. Пусть вторая будет Countdown Vampires, это, ее мало кто любит, но, знаешь, чем она была крута? Во-первых, там была перезарядка оружия без залезания в меню, во-вторых, там было огромное количество, много всяких локаций, Resident, те, которые были на PlayStation 1, по количеству локаций Countdown Vampires не обгонял. Там было это здоровое казино, которое, ну, тянуло на целый, там, какой-нибудь Resident Evil 1, да, больше, чем полицейский участок в Resident Evil 2. Потом там была дамба, там был город, там много было всякой фигни. То есть, понятно, что она такая не мейнстримная, не для всех, тоже была чуть-чуть уже ближе к концу жизненного цикла. Там была прикольная тема с кровью, где ты вначале должен выбирать себе вид крови, и я до сих пор не разбирал, вот, кстати, можно, если заморочиться, знаешь, там разобрать, как это дело влияет на появление вампиров. Плюс там была дополнительная концовка, если ты вначале не просто там хлопаешь из огнестрела этих вампиров, если ты их, типа, седативом мочишь и потом поливаешь, ты их якобы спасаешь, знаешь, святой водой, тогда только ты мог набрести на хорошую концовку, но пусть это будет вторая. И третья, пусть тоже моя любимая такая, это вот лучшее, это я просто фанат вселенной зловещих мертвецов, и зловещие мертвецы Hail to the King, это вот, типа, лучшее то, что погружало тебя в атмосферу фильма. Именно потому, что вот тебе, это как раз как... Какой видос я с вами говорил. Да, это когда, ну, может быть, кто там не смотрел, это когда ты из фильма попал в игру, знаешь. Во-первых, это было круто по графонам, почему на двух дисках, потому что, в отличие от статичных планов того же самого Резидента, там использовались несколько кадровые FMV-шки. То есть, каждая комната это небольшой луп, сделанный из какого-то количества кадров, то есть там ветки за окном. Знаешь, ты вот стоишь деревянного дома, полы вокруг скрипят, и ты видишь, как прямо языки огня там облизывают доски, знаешь, ты видишь, как вот эти вот самые ветви, они шелестят на ветру, то есть тени падают. Это круто было. И ты оказался в фильме, и ты прям видишь из первой части эту самую кухню, вот именно за аутентичность. Плюс, как ко мне попала эта игра, я тоже думал, это очередной обман, типа, как Blade 2 вот этот. Но это оказались те самые зловещие. Это касаемо PlayStation 1. Насчет PlayStation 2. Пусть это будет, как ни странно, первый Just Cause. Тогда я полюбил серию. Кстати, на PlayStation 2 была самая фиговая версия Just Cause. Все мы знаем, что PlayStation 2... Даже хуже, чем на ПК? Слушай, вообще, это был полный ужас. На PlayStation 2 была, ну, это самая слабая консоль того поколения, мы знаем отлично, но это тоже странно, ее принято почему-то любить много лет спустя. У нас теперь PlayStation 3 любят. Ты же помнишь, что это типа... Да, конечно. Это же, это Drake Face, да? Это мыльное кинцо. Теперь вон оно, как повернулось к PlayStation 5. Оказывается, PlayStation 3 была офигенная. PlayStation 8, если эти бедолаги с Блодборном доживут, ну, я надеюсь, конечно, всем долгие лета, то PlayStation 5, оказывается, будет, наверное, не столь уж и плоха. То есть, они через несколько поколений. Так вот, это была самая хреновая версия Just Cause, но Just Cause это вот то, что, знаешь, даровал именно такую беспрецедентную свободу. Я видел еще первые скрины ее в то время на GameSpot, когда он не был особо еще как видеопортал, знаешь, еще GameTrailer, столько более-менее начинался сайт. И я всегда любил вот этот момент, который был в первой контре, когда ты там бежишь, знаешь, и ты там прыгаешь через мост, там крутишь сальто. Я всегда ассоциировал момент, ну, в том числе, когда, будучи ребенком, знаешь, ты мелкий там катался на тарзанке, где-нибудь на пруду, и ты с тарзанки в этот пруд, ну, такие какие-то детские аллюзии, да. И вот в Just Cause такой, знаешь, абсолютная свобода. Красивый океан. Ну, там здоровенная карта была. Да, она была фигово наполнена, да, и прочее, но там просто вот нужен парашют, если хочешь спрыгнуть. А здесь в Just Cause ты просто стоишь на обрыве, думаешь, а почему бы мне не нырнуть там? И ты прям ныряешь, свободный у тебя, знаешь, там вот этот свободный полет, открываешь парашют, где хочешь, с парашюта перепрыгиваешь на тачку, с тачки еще куда-нибудь, ловишь вертолет сразу. Это появилась еще до Зельда. Да. Глайдер. Да, не, ну, дело не в... Слушай, глайдер где только не было, он был в Аладине, там еще, знаешь, там... Кстати, да. То есть там это, если вспоминать, пусть будет тогда Just Cause, пусть вторая какая-нибудь не дико майнстримная игра будет, тоже вспомнить что-нибудь из ужасов. Пусть будет Cold Fear, ну, чтобы... О, за Cold Fear вообще уважаемо. Чтобы не возражать, знаешь, этот самый, чтобы не вспоминать Resident, потому что... Блин, такую серию Ubisoft. Ну, вот могли серию... Свой Resident Ubisoft мог запустить с Cold Fear, но не дотянули. Могли бы... Кстати, прикольно было тоже по концепции, знаешь, что вот эти вот море штормит. Была фиговая тема. Да, то что от первой локации я просто до сих пор, мое почтение. Слушай, ну, вторая тоже была ничего, если вот этот вышкинется в виду. Не-не-не, все клево как бы. Да, не, первая, конечно, крутотень. Особенно, знаешь, когда ты борешься в том числе с этим наведением, да, вот прям каждый хэдшот, который против тебя, вот он чувствуется, знаешь, смачно, потому что вот как ты попал, да, буквально как ты дротик где-нибудь в баре кидаешь, вот все сошлось в единое целое. В этом есть какой-то момент, ну, чего-то, знаешь, такого, что от тебя не зависит. Но пусть будет вот это вот самое Cold Fear именно за концепцию, именно, знаешь, за что, это вот был такой субститут, это то, что сейчас делают Фокус. Вот, допустим, выходит какая-нибудь там Dark Souls-подобная игра, а Фокусы такие говорят, а мы сделаем там свой Dark Souls за три копейки, выходит Search. И вот когда не было Resident Evil 4, но он уже был объявлен, по-моему, в то время на PlayStation 2, как раз они в это же время выкатили на Xbox и выкатили на PlayStation 2 Cold Fear. Это был типа Resident Evil 4 для тех, у кого не было Resident Evil 4, то есть в том числе. И пусть тогда, знаешь, третий будет, пусть третий, как ни странно, будет кривенький, но вот именно за концепцию, за мою любовь к этой франшизе, пусть будет это драйвер, драйвер, вот я не знаю, пусть будет два, пусть будет и параллельные прямые, и нет, Сан-Франциско, мы же говорим о PlayStation 2, и драйвер 3. Пусть будет и драйвер 3, потому что... Драйвер 3 был неплох, реально неплохо. Да, я знаю. Ну как, он был плохо, но... Блин, но погоди в драйвере, знаешь, до сих пор, вот в чем проблема, да, индустрия, вот она сейчас, все игры прилизывают, чтобы они были максимум юзер-френдли, потому что вот я не уверен, что такую игру, как драйвер, вот сейчас мейнстримный игрок может выдержать, когда ты прикинь, где, ну, ты без чекпоинтов едешь 15 минут, и просто ты въезжаешь в столб, и все. То есть, вот возьми какую-то любую серию сейчас, Watch Dogs и прочее, то, что изначально начала популяризировать, Burnout. В Burnout, и как ты, врезался, да, там, в чувака и погнал, а если в драйвере 3, ты берешь, допустим, какую-нибудь гонку, лучше здесь Parallel Lines, потому что там есть целый этап, как, допустим, то, что чуваки делали из Bugbear, да, свои флэтауты, которые сильно на физике зиждутся игры, и вот в драйвере ты, типа, вот, понимаешь, ты не полностью управляешь машиной, ты как-то чуть-чуть доверяешь определенному, за что мы любим какой-нибудь фильм «Угнать за 60 секунд» с Николасом Кейджем, да, за то, что понятно, что он не водит, как Вин Дизель, да, в «Девятом форсаже», он чуть-чуть на удачу, и вот в драйвере параллельных прямых и в драйвере ты проезжаешь чуть-чуть на удачу, ты чуть-чуть, понимаешь, вот дергаешь ручник, и вот как-то получается так, ты, типа, в это веришь, но не до конца, и ты обходишь угол этого здания, ну, буквально в несколько сантиметров, просто потому, что тебе фортануло, но все равно ты чувствуешь, что ты управляешь машиной. Если это случилось бы в Watch Dogs, да не вопрос, ты набрал бы эти же самые 150 километров через 2 секунды, потому что машина, она, ну, там нет никакой физики. Здесь, если бы ты въехал в этот угол, все, делай рестарт всей погони в начале. То есть это не то, что сейчас зайдет современному игроку, но по тем временам, вот знаешь, когда ты вот вписываешься в поворот, на тебя кто-то летит, и ты красиво проходишь, сам того не ожидая каких-нибудь товарищей, господ полицейских, да. Чувствуешь свою собственную заслугу. Блин, и заслугу, знаешь, и удачу, и вот как-то вот вес, понимаешь, вот этого вот автомобиля. Ну, сейчас игры немножечко о другом, потому что нужно сильнее прилезать, это должно быть более юзер-френдли. Пусть так. Ну, насчет PlayStation 3, что же будет тогда? Блин, я бы лучше давай тогда про Xbox 360. Ты PlayStation 3 мало застал? Нет, PlayStation 3 у меня тоже было, просто Xbox у меня, понимаешь, он мне в душу на самом деле. Хорошо. А, Xbox тебе в душу? Да. Хотя он сгорел? Не только, бог бы с ним, что он сгорел. Нет, у меня сгорел. Ну, у меня тоже сгорел все по хорошему правилу, понимаешь, как и должно быть Xbox. Да, вот, все, после этого Microsoft я... Блин, ну согласись, 360-ый был офигенный своей концепцией. Офигенный, вообще без вопроса. Просто, знаешь, я тогда хочу вспомнить несколько беливов, которые... Давайте тогда так, с 360-ого назовешь и с плойки третьей. Давай, давай тогда 360-ый, потому что так все равно довольно-таки спонтанно. 360-ый, просто несколько историй. Вот когда он стартанул, знаешь, со своими этими экзамами, у нас-то почему брали 360-ый? Ну, классный старт. Вообще огонь. Ну, и почему его брали, опять же, у нас? Потому что, ну, ты в те годы не мог даже представить, никак иначе. Там выходит новая приставка, он изначально вышел до PlayStation 3 и, само собой, его чиповали практически сначала. Да? То есть он как бы выходил и сразу все вот эти вот левые диски, да? Там был этот Dead Rising и прочее. Но сколько было ожиданий, когда Хидео Кодзима... Я помню, еще была история насчет того, что MGS 4, возможно, выйдет. Я только планировал тогда, думал, стоит ли мне PlayStation 3 как раз брать по поводу этого. Но сколько было, знаешь, мыслей, да? Насчет того, тот же самый Metal Gear 4, и вдруг он выйдет, Кодзима эту якобы тизерил значок включения Xbox. Помнишь его вот этот вот кружочек? Но это на самом деле оказался был просто там какая-то тема для iPhone, дополнительное приложение. И были, знаешь, темы, так как Xbox не поддерживал Blu-ray, на скольких дисках выйдет MGS 4, что с ним будет? Ну, конечно, все это пало крахом, но мы тогда верили, мы думали, что может все это дело свернуть гору. И что вот меня больше всего под конец его жизненного срока, ну, типа, больше всего вывело из себя, когда вот в открытую, я уже к этому времени, но у всех у нас был интернет, все мы это знали, есть там, как Берни Столлер, чувак, который закопал в свое время ту же самую Sega Saturn, он говорит, мы не будем больше выпускать новых игр на Sega Saturn, у нас будет Sega Dreamcast. Типа, мы на нее перепрофилируемся. Мы сказали, у, Берни, ты очень большой молодец. То есть он взял, просто ее закопал. И с Xbox была какая-то тема. У меня, я люблю зомби-апокалипс, у меня одна из любимых серий по тем временам была State of Decay. И типа... Годная, годная. Да, по сути-то, смотри, она вышла в коробочной версии. И когда ее делали Microsoft, в это же самое время там у PlayStation 3 выходила как раз за гранью две души и вышла одни из нас. А Microsoft уже сказали, все, мы уходим от 360-го, и мы теперь полностью на новый Xbox перепрофилируем. Само-самое, там выходит спортивный, когда они на PlayStation 1 до 2003 или до 2005 года выходили какие-то футболы, прикинь. И вот, и они... И я вижу про State of Decay, я вижу, ну, типа, потенциал. Там нужно было просто докинуть бабок, и вы, хорошо, вы не делаете новую игру, но на фоне той же самой Sony, которой последние две игры отстреливают, вы имеете большую коробочную версию. А они просто положили метафорический болт на это дело, и говорят, все равно у нас будет в Xbox Live Arcade выходить, и вот они выпустили. По сути, они все равно потом с этим самым аддоном сделали коробочную версию для Next Gen. Но это был вот такой определенного рода плевок, и не очень приятно. Ну, а на PlayStation 3 чего будет? Пусть это все-таки будет, конечно, первый RDR, потому что это офигенный старт, и знаешь, я RDR пересмотрел именно концептуально, в том числе после второй части. Понятно, что в первой части всего этого не задумывалось, то, что мы увидели во второй, но как здорово они сиквелом добавили к первой части повод для некоторых размышлений насчет поступков Джона Марстона, да? Вот это знаешь, когда мы изначально гонимся за этими чуваками, за его старой бандой, и ты просто понимаешь, что он пытается жить другой жизнью, и понимаешь, что, ну, других вариантов нету, кроме как очиститься от его прошлого. А ты понимаешь весь этот бэкграунд после этого, ты понимаешь все эти отношения, которые были, и понимаешь, насколько по-человечески он стоит у черты, где нет никакого выбора, понимаешь, насколько ему тяжело, и насколько по-другому нельзя. И вот этот вот мир после GTA, знаешь, вот эти вот новые некоторые моменты, новая вселенная, что такое дух определенного открытия, ну, это было офигенно. То есть был, конечно, Ганн до этого, на предыдущем поколении. Он очень крутой, с хорошими актерами, но то, что делают Rockstar. Сюжет хороший в Ганне. Да, в Ганне крутая тема была, но Rockstar, это, конечно, RDR, это, ну, не знаю, высшая тема. Пусть будет что-нибудь из такого не очень мейнстримного, пусть будет Вэнквиш, за то, что... Ох, Вэнквиш. Обожаю Вэнквиш. За то, что, опять же, его сделал чувак, который делал резидент, и который тоже может себе позвать. Он говорит, я буду делать это так, потому что они вышли в один промежуток времени, Вэнквиш, и Sega выпускала свою, помнишь, про киборгов, там что-то тоже было, где там роботов ты тоже уничтожал. И насколько это, типа, круто и мощно вышло... На языке болтается. Да, да, есть. Ну, кто смотрит, они, я думаю, это дело вспомнят. И насколько круто это вышло в Вэнквише, и насколько не так круто и монотонно это вышло в этой игре. Там тоже были какие-то моменты, когда ты там, знаешь, там сгоняешь вниз по дренажной системе, что-то такое. Но Вэнквиш это такой, блин, офигенный... Вэнквиш это, по сути, новый жанр. Ну, может быть, я ошибаюсь, но как для меня это слэшер-стрелялка от третьего лица. Ну, как это совместить? Это странно, я с тобой согласен. Только чисто с пушками. Потому что там творится на экране, говорит, невероятное безумие. Это круто. Слушай, а вот эти вот самые системы перемещений, которые... Знаешь, кто пытался еще делать? Пытались тоже. Не помню, то ли Capcom их издавал, то ли нет. Игрушка называлась Dark Void. Есть, короче, две. Да, было, было. Тоже пытались. Они там пытались в вертикальность. Что ты летаешь свободно везде, но ты еще как бы эти используешь систему укрытий, в том числе и в вертикальном моменте. И пусть будет тогда еще игрушка, она малоизвестна, но ее делали Saber Interactive. Это все-таки наши по тем временам еще не выходцы, потому что у них есть часть офиса в Питере, но огромная часть... Я, конечно, знаю, что за игра. Да. Time Shift? Нет. А вот как ни странно, не Time Shift, а Inversion. Другая тема, где они пытались делать Gears. Gears of War. А, все, понял, понял. Да, там тоже, понимаешь, гири, там криво в плане механики, но там тоже есть тема с гравитацией. Мне больше всего понравилось, в том числе, знаешь, не знаю, почему сугубо меня вот это вот дело люто впечатлило, но была такая офигенная, простая аллюзия на мир будущего. В том числе, конечно, ну, мы все знакомы там с творениями Филиппа Дика, да, в том числе там мы все знаем там бегущего по лезвию, но простая тема, что оказывается наш мир, это там, знаешь, очень здорово раскрывается в такой, вот меня это впечатлило, не знаю, концептуально, когда наши чуваки, ты изначально видишь, что там люди через землю начинают лезть, какие-то аборигены, не пойми, что происходит, какой-то там лютейший движ, и ты в каком-то из моментов ты на космический поезд на некоторый влезаешь, начинаешь куда-то уезжать, и потом перед тобой раскрывается окно, и ты понимаешь, что Земля — это просто станция метро, Кантемировская, условно. И вокруг все остальные, понимаешь, еще точки. Оказывается, что вот эти вот самые чуваки, которые вылезли через землю, это просто гопники, которые приехали с другой станции и вылезли не там. То есть настолько все это дело камерное, но вокруг каждой планеты есть щит, который создает видимость бескрайнего космоса, а так это просто огромные станции метро, и на каждой станции живут свои вот эти вот самые чуваки, и люди жили на Земле, строили цивилизации, и не знали, что просто к ним особо никто не доезжал, потому что вот эти хранители смотрели, чтобы никто не заезжал в гости за рамками станции. Такое, знаешь, глуховского метро, но в более планетарном масштабе. Вот, ну пусть будет она такая, тоже малоизвестная, но прикольная. Вот кто любит гири, обязательно стоит поиграть. Как минимум за сейберов. PlayStation 4. PlayStation 4. Пусть будет Безумный Макс, так как дико люблю вселенную. Не Days Gone. Ну, Days Gone — это первое место, само собой, как же без него. Ну, стартанем с Безумного Макса, так как я просто дико люблю вот эту вот самую вселенную. Была удачная игра, но это лишний момент, как люди наверху принимают свои решения. Безумный Макс, опять же, понимаешь, он практически добрал цифры. Это как Sleeping Dogs. Вот чуваки, знаешь, которые мы возьмем на скидках вот эти дела, да берите как угодно на скидках, все, Sleeping Dogs не хватило вот столько для того, чтобы скворечники дали добро на сиквел. Может быть, со временем он появится, да, как Rage 2, и что это будет, бог его знает. Но просто, когда есть выбор, у них же был выбор, тогда и Tomb Raider, по-моему, слабо собрал, и Sleeping Dogs слабо собрал. Но Tomb Raider, относительно жив-живеханек, был, и опять же, его будут перезапускать, а Sleeping Dogs помер. Ну, Tomb Raider все-таки знаменитый. Ну да, поэтому как бы выигрывает, понимаешь, в данном случае Лар Крофт, так как ее знают, о Sleeping Dogs нет узнавания. То же самое было с Безумным Максом. Вот чуть-чуть, еще бы маленько, но не дотянули. И поэтому так и остался. Да, там, там прям видно кое-какая кривоватость. Опять же, мне нравится то, что делают Аваланчи. Вот у них получается открытый мир, именно такой фановый. И у них хорошо получилось все это дело сплести. Вот мне, знаешь, чуть-чуть не очень приятно механика с этим механиком. Такая небольшая, около созвучная тавтология. Но, конечно, было бы круто, если бы просто Макс гонял на своем интерцепторе. С другой стороны, хорошо, что они туда засунули, что он может чинить в процессе. Но без него было бы круче, знаешь, без того, чтобы его там эта самая вырожденческая жопа не вихлялась, знаешь, сзади. Ну, в прямом смысле этого слова. Ну, он такой там чел. В конце тебе дают интерцептор, но это уже не работает в рамках той самой игры. Пусть это будет Безумный Макс. Вторая, конечно, пусть тогда будет, ну, она же пусть будет первой, потому что в процессе сейчас еще Days Gone. Это, конечно, вот... Опять же, ее делали чуваки не поликалом, которые еще не были достаточно большой студией. Это был их пассионарный проект. Вот как они хотели его собрать. В своем этом небольшом Орегоне они живут, понимаешь, без какой-то там люто трансгендер-френдли темы. Хотя там тоже были и девицы, которые не дико по стрейт-теме угоряют, которые там... Да, были, были. Причем вторая, она, которая встречается с девах, и она не против и с Диконом замутить. Но у Дикона другая история. И человеческих моментов там много, да? И друг твой там, который не против иногда разбухаться. И вот это все. То есть если разбирать, там, конечно, не лютый такой прям безумно мощный нарративный конструктив, как в «Одни из нас», но в целом история хорошая. Даже люди... Да классная игра. Да. Слушай, на мой взгляд, Days Gone, ну, офигенная игра. Взял платину, коллекционку купил, просто ей восхитился, невероятно. Но! Days Gone ты мне продал, по сути. Мы его играем на старте. У Days Gone есть одна, на мой взгляд, серьезная проблема. Он отвратительно себя презентует первые два часа. Да. Ну, у меня впечатление. Я включил игру, вот она вышла. Ну, вот мотоцикл, вот ты идешь, вот вставляешь. И что? Ну, типа, и что? А потом, спустя два часа, ну, я ее бросил. Прошло года полтора, и что-то смотрю, ты Days Gone, Days Gone, Days Gone. Тебе уже люди пишут, типа, чувак, мы знаем, что... Давай что-нибудь новенькое. Хорош, типа. Я тоже такой думаю, блин, заголебал своим Days Gone. Потом что-то пересмотрел, думаю, слушай, ну, а интересно, ну, надо попробовать. И что-то у меня появилось дикое желание поиграть, вот после просмотра твоих роликов, прям Days Gone, думаю, ну, надо. И вот все, я к нему шел, шел, специально купился этот, специальное издание на четверку, знаешь, в этом, в железной коробке. Да-да-да. Ну, так она у меня и стояла. И тут пятерка вышла, взял пятерку, и Days Gone в этом, коллекция PS Plus, думаю, ну, слушай, 4К, 60 FPS. Тем более они чуть-чуть подтянули, опять же. И чуть-чуть сел, ну, я к нему готовился, сел. Господи, какая же классная игра. Я, меня месяц не было не оторвать, я прям все, Days Gone класс. Начал искать коллекционку, коллекцию. Days Gone супер, прям вот всем орать, что Days Gone одна из лучших игр на Позже. Знаешь, она, наверное... Но продал мне именно ты. Блин, ну, я рад. Мне многие люди, на самом деле, пишут, что именно я, ну, крутотей. Так что спасибо тебе. Ну, мы старались как могли, видишь, насчет второй части, ну, получилось так, как получилось. Я думаю, все-таки, конечно, она будет, а не воскреша, так или иначе я пишник, но это будет, ну, это будет не в ближайшее время. Знаешь, с ней какая история? Это можно провести некую параллель. Вот Days Gone, как начало, да, она как... Есть такой термин girl next door, да? Ну, типа, есть какие-нибудь, условно скажем, вот девицы, которые думаешь, там, вот, бомбезно, великолепно, но, по сути, это частенько в отношениях или где-то там пустышка. А вот девчонка по соседству, она вроде такая, что-то в ней, знаешь, не очень здорово может быть, в ней нет какого-то безумного лоска, но потом, когда ты вот проникаешься к ней, это вот то самое лучшее, что только может быть по определению или как. С Days Gone мы именно так, но у меня-то почему? Мне просто заходил сеттинг, прежде всего, как всегда, но в огромной степени тебе игра там продает сеттинг, да? Это вот, ну, это частенько работает, но мы это, в принципе, обсуждали уже сегодня. Сеттинг, какие-то моменты, но я видел насчет нарратива, да, там, очевидно, есть провисающие темы, но, по сути, это была их первая большая игра, которую они делали, после всяких тех, которые они делали на маленькие платформы. Ну, имеется в виду, там, Uncharted на Авито, Resistance на PSP, вот это все. То есть, для первого момента, я считаю, это очень здорово. Это очень круто. Сколько механик они... Я даже, знаешь, когда вышла ПК-версия, я где-то на Reddit смотрел, чувак по этому поводу писал там, ой, смотрите, какой хреновый типа искусственный интеллект. Он, ну, рядом фрикеры тусуют, и сбоку какие-то чуваки. Он говорит, чувак, типа, даже не трогает фрикера, все в порядке. Ему написали, на самом деле, это есть чуваки, обычные бандиты, а есть эти самые риперы. Риперы, они не трогают фрикеров, они специально им даже поклоняются. И если, типа, к ним фрикер подойдет, то рипер становится на колени и принимает смерть как таковую. И малый такой пишет, там, говорит, а что, так можно было? То есть, чувак даже не разобрался? Понимаешь, да, ну, как бы, все равно, там столько всяких интеракций, так что для первой игры это действительно круто. Когда, там, знаешь, медведь нападает на эту самую толпу, или у меня как было, я беру толпу этих самых фрикеров и загоняю, есть побочная миссия, там, с такой здоровой аванпост на бывшей заправке. То есть, там, наверху люди, и просто сбоку пасется толпа фрикер. Я их загнал по разбитой дороге на этот аванпост, они там всех сожрали, знаешь, вот это вот все. То есть, можно делать, можно не делать, но для первой игры, если тебе нравится сеттинг, знаешь, как круто, ты проезжаешь, да, по этим, там, по мертвой этой самой одноэтажной Америке, где-то вдали, там, какой-то знак горит вот по этой дороге, да, что-то там, какая-то бывшая забегаловка. Я просто сам, когда я путешествовал по штатам, давным, но я видел все вот эту вот одноэтажную историю, в том числе, знаешь, там, в полях, небольшие остановки Грейхаунда, всякие. То есть, мне чуть-чуть душа вот радует эту тему, когда я вижу, и мне прям по сеттингу заходило. То есть, интересная карта, крутая, и сделана игра во многом по старым лекалам, без того, что мы засунем вам всяких, там, трансгендеров, там, и вот это все. Ну, и пусть тогда первое будет «Одни из нас два». Все. А тебе правда нравится «Одни из нас два»? Честно, на самом деле, в плане нарратива, да. Потому что, знаешь, как бы сказать, уже много раз все это дело обсуждено, мне нравится вот насчет именно человеческих характеров. Мне нравятся вот эти вот темы, вот как мы говорили насчет РДР, да, насчет того, когда тот же самый Джоэл, вот когда они там говорят с Элли, да, в отеле, когда он говорит, я знаю, что ты хотела бы, чтобы дела обстояли по-другому, но они обстоят так, как есть. То есть, вот во второй части, понимаешь, как ни странно, там накручена драма, насколько между ними вот натянутая нить. Помнишь, когда они приезжают в больницу, и когда он уходит из этого, и все раз, и Элли понимает, что все не просто так случилось, и вот нужно рассказать, она уже взрослая для этого, да, то есть, как бы все вот эти их путешествия, они остались позади, то есть, они осели в Джексоне, и вот эта вот недосказанность, и она Джоэлу просто скажи мне то, что я, в принципе, сама уже подразумеваю, и когда он говорит, и нет другого случая, и они расходятся на такой ноте. Опять же, там сколько этих характеров, история этой же самой Эбби и Оуэна, это, ну, меня довольно-таки неплохо это в эмоциональном плане всколыхнуло, просто когда, по сути, Эбби проегорила свою собственную жизнь на тот момент, именно потому, что она была одержимой идеей, которая завела ее в тупик. Оуэн тоже жил в каких-то розовых мечтах, знаешь, какие-то придумки, что в мире, где у них здесь война с этими серафитами, неважно, кто придумал, да, условно, ну, вот, как бы то ни было, ты житель России, поэтому, ну, вот, по дефолту, если всех нас сегодня солдаты НАТО будут забирать, да, как-то руки не поднимай, ну, все, вы, типа, против солдатов НАТО, то же самое и здесь, они все живут, у этого самого, не помню, как там предводителя зовут, если он воюет с серафитами, они тоже все воюют с серафитами, потому что как ты можешь, ты иначе не получишь свою пайку, кто-то к этому относится просто, как Мэнни, он говорит, ну, вот, я получаю здесь еду, я там по аванпостам, у меня тут телочка, там, ну, типа, получаю, что могу от этого мира, Оуэн какой-то, строит себе какие-то иллюзии, в этом аквариуме же пытается какую-то жизнь, насчет этой самой Эбби, у Эбби одна мысль, надо кого-то найти, понимаешь, вот, все это так сплетено, люди в том числе, ну, все же знают, что Томми сказал, ну, прежде всего, как за, опять же, ну, ты столько лет живешь, ты не можешь каждый раз думать о том, что кто-то тебя через много лет, где-то, при каких-то обстоятельствах найдет, тем более, когда это не просто ситуация на релаксе, это пиковая эмоциональная ситуация, ну, вот, банально, как бы ты сделал, ну, я знаю, как бы сделал любой малец, который отлично управляется с глоуком, с чем угодно, да, то есть, это как бы не вопрос, но в целом, что делать, если человек вот находится, я не знаю, я был в такой теме, когда там люди находятся там в шоковом моменте, тебе нужно просто наладить контакт, ну, после, допустим, какого-нибудь падения, да, там, после аварии, и ты просто, ну, ты с человеком прежде всего говоришь, чтобы он не вырубился, и ты говоришь либо о каких-то сторонних вещах, я прежде всего спрашиваю, как дела, как маму твою зовут, серьезно, помнишь, а брат у тебя, вот это, мне не нужна была эта инфа, мне нужно было просто человека продержать в этом состоянии до того, когда приедет скорая, какие-то вот эти вот самые вещи, и то есть банально для разрежения ситуации, какое-то представление кому-то, это не самый правильный момент, но когда сбоку орда, и вы буквально подыхаете, это не логика, но почему бы нет, да, и опять же, и Джоэл в тот момент, если посмотреть, он типа, зачем, и какие были шансы, что во всем этом мире, условно, из этих самых чуваков, кого он там всех убил, что это будет кто-то из тех, кто остался, его еще и дочка, которая доберется именно тогда, именно в этот момент, там же показана как раз Эбби, которая вообще не ждала, которая такая, неужели это там, и это тот самый, у меня знаешь, как было, ну, я думаю, у всех были какие-то такие моменты, ситуации, прикинь, типа, есть чувак, которого я не видел несколько лет, и это, по-моему, в Египте было, я встречаю в аэропорту в Египте чувака, которого я знал как такового, и мы, ну, мы долго не общались, несколько лет, какой был шанс, что мы пересечемся, что у нас были, кстати, разные рейсы, какой шанс, что мы вообще встретимся, увидимся в аэропорту, он минимален, но иногда такие ситуации случаются, то есть, это такой рандом, который вот, у каждого есть какая-то в жизни, где ты встречаешь то, чего ты не ожидаешь, но бывает ли такое? Да, я скажу, что бывает, в этом и суть человеческой нелепости, поэтому, как бы, когда вот эти вот темы, но это выглядит закономерным, ты знаешь, для любого чувака, который в 12 лет Глок перезаряжает, то есть, это как бы, ну, все они дурачки просто. Тебя вообще ничем не возмутил сюжет Last of Us 2? Просто, чтобы ты понимал, я Last of Us 2 ждал, очень сильно ждал. Ну, кто его не ждал? Купил коллекционку, чтобы максимально поддержать разработчиков. Я его прошел, классная игра, звук, арт-дизайн, все, нарратив, ну, с технической стороны, все шикарно, просто вот, ну, потрясающе, никаких претензий, но сюжет, я, я привык голосовать рублем. Да, просто от Нила Дракмана я больше ничего не куплю. Я возмущен сюжетом. Не потому, что убили Джоэла, не потому, что Джоэл там назвал свое имя, это все тупо. Но, просто Дракман, на мой взгляд, писал сценарий не для игры, а для сериала, для кино, для чего угодно, не для игры. Там очень часто возникает людонарративный диссонанс. Есть какие-то откровенно тупые ситуации. Последнее, что меня просто возмутило, то есть, тебе на протяжении всей игры показывают путь от одной улицы в этом, как он, до другой улицы, буквально от дома до дома. И это целая невероятная там плеяда событий. И в конце такой, Томми приходит, слушай, там на другом конце Америки, короче, Эбби. Я понял. Да, сейчас Uber, Белое Поло, приеду. Приехало, все нормально. У вас первая часть про то, как они пересекали страну, там с ними целое приключение произошло. А тут такая, ну, ладно, поеду ее, там, убью, как бы, и все хорошо будет. Ну, в принципе, я с тобой согласен, в принципе, теоретически верные предъявы, да, что консистенция общая каких-то событий, где-то что-то стирается. Это как, знаешь, это как донесение информации насчет того же самого пути. Как вспомни, с другой стороны, в первой части моменты. Помнишь, когда умирает у нас два брата, один ведет второго, и потом у нас такой, бац, осень. А что произошло в середине этого промежутка? Мы же не знаем нифига. А ты посмотри карту, я специально соотносил, и, кстати, они прошли за время, вот эта вот самая осень, самый большой промежуток пути, который мы вообще не знаем, что там происходило. То есть, понимаешь, типа, если соотносить, то в первой части тоже дофига таких моментов, которые просто просели. И мы в том числе не знаем, ну, сам подумай, теоретически, да, есть такая теория, я не помню, насколько это близко или далеко к истине, что Нейтан Дрейк вообще, допустим, в анчартах не ловит ни одной пули. А то, что вокруг него появляется вот красная марева, ты знаешь, что такое? Слушай, так это не теория, это официально, потому что рыбачки, это их система. То, что, ну, Дрейк умирает всегда от последней пули, которая в него попадает. Что типа удача, наконец-то. Ты посмотри на Дрейка, сколько раз он действительно наказал, вот просто за одну небольшую локацию он на миллиметр от смерти находится раз в 150, наверное, не меньше. То же самое здесь. В плане нарратива, да, я с тобой, сколько возможно болезней, сколько возможно укус, потому что нам показывают, ну, как, знаешь, для меня вот до сих пор, если мы видим какие-нибудь фильмы про зомби-апокалипсисы, это до сих пор, вот для меня вот в плане нарратива это является лютым бредом. Люди все израненные, прикинь, ходят все там с какими-то с порезами, с прочими делами, все нормально, они ходят все эти в зомби-кровище, по сути, да, это еще было у, очень хорошо показано, как там зовут-то, у Дэнни Бойла, 28 дней спустя. Помнишь, он поднимает голову вверх, падает одна капля, на сетчатку попадает, все, он обращается. А здесь эти ходят все обмазанные зомби-кровью, в то же самое, в ходячих есть момент, когда они там специально обмазываются кишками, чтобы проходить, и прикинь, сколько лет они живут, и все в порядке. Я помню, когда Дэрил болт достал из этого, из зомбака, и в зубы его взял. Понимаешь, да. Все там такие, типа Дэрил, ну ты красава. Понимаешь, и вот это вот все, хотя вроде это тоже, это инфекция, это болезни, но они как бы живут в этом плане нормально. Если деконструкцию, в том числе литературного произведения, там это все что угодно, можно найти таких фиговин дофига. И здесь верно, но с другой стороны, прикинь, если ты выбросишь все эти эмоциональные моменты, если, ну, то по сути, я думаю, путь Эли и Джоэла в первой части закончился, может быть, там на третьей локации, от шальной пули где-нибудь. На третьей локации просто он лег бы, знаешь, и свои мозги распластал. Я понял, к чему ты клонишь, но я скорее не про это, не про этот, но люди на активный институт, понятное дело, что там поле попадет, укусит, но это часть геймплея. А именно сам сценарий, как он строится, ну, вот неужели у тебя нет претензий? Ну вот скажи, самое яркое, вот что тебе именно конкретно касаемо претензий? Вот прям то, что тебе вот не дает спать по ночам? Да не то, чтобы не дает спать, но метафорически имеется. Слушай, наверное, сама история, мотивация персонажей, ну, вот, пожалуйста, ситуация, которая меня очень сильно возмутила. Элли убила там немеряное количество человек, жестоким способом, который тебе показан, как она их там убивала, все прям очень ярко, это продемонстрировано. И тут вот она загнала одну девчонку, стоит перед ней с трубой и говорит, так, где Эбби, ты мне расскажешь. Она говорит, нет, расскажи, она начинает ее пытать, типа, бить. Вот она приходит к своей женщине, скажем так, и говорит, я пытала человека. И так она прям вот это ее ранило. Ты только что, человек 300 просто на мясо пустила. Ну, чем отличается эта замечательная мадам, которую ты забила трубой? И ты сидишь, думаешь, ну, понятно, если бы это был фильм, она бы 300 человек до нее не убила. Там бы каждого, кого она убила, это было показано, переживала. Но тут она 300 человек убила, тут такая, вот я переживаю, вот я ее убила, типа, ну, думаешь, ну, Элли, как-то это тупо, типа, выглядит. В плане логики, может быть, я с тобой согласен, но с другой стороны, как помнишь, говорят, ничего личного, просто бизнес. То же самое, вот сейчас, дай бог памяти, кто там вспоминал. А, есть, короче, фильмец, который с Брэдом Питом, он называется у нас в русском варианте, такой, кстати, камерный довольно-таки фильм, ограбление казино. там, знаешь, там история вообще на аллюзию Америки, как там все это дело устроено, и там Брэд Пит рассказывает одну из тем. Ему там нужно убить чувака, а он такой, знаешь, там киллер сам по себе. Он говорит, я не хочу убивать. Он говорит, почему? Он говорит, понимаешь, я его знаю. Он говорит, ну и что, какая проблема, ты убил дофига людей. Он говорит, ну вот когда ты его знаешь, я типа с этим чуваком пересекался, он говорит, ты не понимаешь. Вот они приходят, они видят меня, и мы с ним знакомы. Они начинают плакать, звать маму, вспоминать, начинают, он говорит, ну ты же убил дофига людей. Он говорит, ну давай без персонального вот этого фактора. Вот лично вот, вот есть что-то такое личное. А не этот самый джаз-бизнес. Здесь то же самое. Она же, по сути, другие в этом мире, а они в этом мире постоянно всех убивают. Ну нет сакральности жизни. Вот у меня так было, я видел, ну у меня на глазах так было, причем это там не от старости, да. Я видел, ну как человек там, ну просто вот умирает. Ну вот так вот случилось, да. И типа не сказать, что это что-то зверское во мне пробудило, но это теряет некую сакральность человеческой жизни, вот для тебя именно, как для человека, да. Люди, которые с этим работают в различных органах, да, и прочих глазах, там вообще по-другому они к жизни относятся, есть профдеформация. И здесь то же самое, в этом мире, где каждый день они убивают, каких там рейдеров, где каждый день, это просто, ну у кого-нибудь даже пырнуть ножом жестко или что-нибудь, да, кого-то удавить, это все равно. Но это мимо проходящие, это люди конусы, люди символизм. А вот что-то такое персональное, да именно когда ты это делаешь, когда можешь не делать. То есть там остальные, либо ты, либо тебя, какой выбор. А здесь все, она загнала ее в финальную точку. И нужно как-то завершить ее жизнь. Понимаешь? И ей нужно сказать об этом. Сорей в принципе... Это не самый яркий пример. Возможно, можно было донести эту тему лучше. Можно было лучше раскрыть. И здесь опять же, кто как трактует. Есть как трактуешь ты, есть как трактует я, есть как трактует какой-нибудь чувак, который посмотрел великолепный обзор в РУС-сегменте, да, 10 лет от роду, и говорит, ну это вообще дурачки. А в жизни, упаси боже, он увидел бы один раз человеческую кровь, он может в обморок бы упал. Да, потому что вот это вот все по-разному. Но потом это, конечно, все скажется. У них у всех же так или иначе там крыша едет. Ладно, скажу прямо. Есть мнение у зрителей, и часто это в комментариях можно встретить, в том числе в комментариях тех, кто не очень там от тебя в восторге, что ты типа прям вот за Сони и все им прощаешь, скажем так. И как бы, ну, я на такие мнения обычно внимания не прощаю, пропускаю, ну, мимо ушей, мимо глаз, как бы, ну окей, нравится тебе Сони, это твой выбор. Ну, вообще, какие претензии? Но, я тоже люблю Сони, как бы, нравится мне. Но тут появляется новость. Days Gone 2, типа все. Отменили. Я думаю, ну, сейчас и Джек скажет что-нибудь по этому поводу. И Джек говорит, ну, а что, ну отменили, отменили, типа, что, плакать. Я думаю, да как так? Я тебе дизлайк поставил. Думаю, как так? Думаю, ты должен был, как ты прощаешь это Сони? Ну, нельзя же так вот, ну, любить какую-то платформу и все ее прощать. Я люблю PlayStation, но, по всем фактам, у меня приложение, PlayStation, ничего не глюкануло, все, Сони, собаки, как бы, ну, почему оно не работает? Я хочу купить Ро, мне приложение не позволяет купить Ро. В смысле? Я вам пытаюсь занести денег, магазин не работает. Абсолютно праведная критика, я с тобой согласен. И вот почему ты вот, по той же самой Дизган, игра, которая для тебя настолько значима, ты вот не высказал как-то свое жесткое? Либо ты не хочешь вообще в сторону Сони жестко высказываться? Да нет, на самом деле, как бы, вот честно, ну, не будем ругаться матом, мне, вот, если, по честному, на срань, на срань, на срань, на все дела, я выбираю там то, что мне нравится, то, что мне подходит по каким-то субъективным. Ну, мы с тобой Xbox 360, да, обсуждали. Просто по факту, ну, насчет PlayStation, как-то так началось, что была там PlayStation 1 в России, ну, логично, вот, что ты будешь выбирать, ну, прикинь, ты в России там живешь, те самые времена, и вот выходит там, ну, не считая там Dreamcast, PlayStation 2 или Xbox 360 там, или даже Gamecube, ну, что у тебя было вот здесь вот, и логично, что, как бы, наверное, цифра 2, ну, да, и дальше как-то, знаешь, пошло, хотя у меня там был и 360, и бокс, и прочее, и насчет этого, здесь проблема в том, что я понимаю, что, к сожалению, этим ничего не решить. Ну, типа, можно правильно повозмущаться, это хорошо, но, с другой стороны, мы опять же понимаем, как работает рынок. Нужно было возмущаться, сам подумай, сколько лет назад, да, просто, типа, все эти стадии пройдены. Возьмем ту же самую Konami, с первого Silent Hill, и все потекло не туда. Вот, вот, неважно, что людям как-то нравилось, но это долгая история, да, все это дело пережевывать, и вот мы, мы не вернемся в это самое дело. И то, что, я же понимаю в плане рынка, как оно работает. Хочется ли мне, чтобы каждая игра была ровно той игрой, которая нравилась бы мне? Конечно. Мне бы лучше, знаешь, Days Gone 2, Days Gone Ответвление, вот это все. Но я понимаю, как работает рынок, да, и типа, в этом рынке, ну, особо никуда не вывести, потому что так оно решается. А сколько самодурства. Чуваки, которые делали Golden X, какую-то там часть, там просто рассказывал, этот Golden X в том числе выпускали там один уровень, знаешь, это как такой был битэмап слева направо, такой небольшой, за копейки, и малый рассказывал, как там, там был сломанный телефон, да, как он это программил. Чувак, который занимается пиаром, доносил до верхних топов. Топы вообще не понимали, пришлось бэкграунд менять на бога войны, только чтобы чувакам наверху продать. Это просто законы больших цифр, как RDR 2, и насчет Days Gone все могло бы случиться, но вот такое самодурство. Жаль ли мне, что типа какие-то игры выходят на БК? Я рад, потому что это возможно приблизит тот же самый Days Gone 2 лично для меня. Но я понимаю, с этим ничего не поделать. Я не могу ворно за... Я понял твою позицию. В принципе она, вот теперь я ее принял, понимаю, логично. Это все равно, что смысл кричать уходящему поезду. Нет, иногда можно. Поезд уже ушел, надо было тогда кричать. Для контента, знаешь, для контента, для чего-нибудь иногда это можно сделать, какой-то там бомбящий видос, но в целом это, к сожалению, ничего не меняет. Mad Max это не воскресит. Это не даст нам Sleeping Dogs 2, потому что шел. Единственное, что мы можем, это не только мы, это общеизвестные слова на рынке, когда люди говорят покупайте игру на релизе. И когда чувак, который в том числе делал этот самый первый Days Gone тоже говорит, да, сейчас она окупилась, как с фильмами бывает. Много лет спустя Водный мир окупился, но... Я считаю, он сказал правильно. Со мной многие спорят, то, что говорят, нет, такое говорить нельзя, но публично... Так он по факту сказал. Хотите вторую часть, покупайте на релизе первую, поддерживайте рублем. Если вы там когда-то купили, я там через год, через полтора, да, но это уже им не важно. Им важно, если бы я купил это на релизе, и они такие видят, да, ты купил, красавчик, ты нас поддерживаешь. Тут знаешь какой момент? Все равно рынок, в том числе для топов, вот наверху, как то, что сейчас происходит, он по сути только формируется. Вот долго не будем растекаться мыслью по древу. Вот то, что произошло с RDR 2, когда успешная игра, успешный старт, отличные ревьюшки, но падение, понимаешь, акционного пакета в стоимости. Почему? Потому что даже не было такого прецедента. GTA 5 была первая игра, которая буквально напечатала деньги своим онлайном. RDR 2, он подходит под все эти категории, но это не GTA 5, а инвесторы-то ждут от него фидбэка, а в истории такого больше не было, второго повтора, понимаешь? И поэтому вот получаются странные финансовые казусы. То, к чему мы сейчас идем, мы идем к эре, так скажем, то, что было во время продажи DVD. Когда фильмы выходили, допустим, и продажи на кассетах, фильм не выстреливает в кинотеатре, но, допустим, он хорошо продается где-нибудь, если его сделать в США, в Европе, или где-нибудь еще, и потом набивает на DVD. И мы имеем какой-нибудь сиквел через какие-то годы. Я думаю, что сейчас вот индустрия, к этому идет, Rage 2, там, у пример, кривенький, но что-то как-то, понимаешь, иногда что-то возрождается вот из этих тем. Я думаю, что сейчас будут собирать не только основной урожай и все вот это вот основные вишни с первой продажи, но и через какое-то время они будут подбивать статистику. У нас продалась так, у нас продалась на скидках, у нас такое-то количество через какие-то транзакции, когда вышел там в PSN, и у нас столько-то бабок, когда вышел через несколько лет на ПК. Они подбивают это целиком и делают из этого необходимость какой-то темы, потому что рынок растет, он молодой, понимаешь, и я думаю, что вот что-то такое сейчас происходит в целом. Ну, давай, Blitz. Давай. Руби. Какой игры на рынке тебе не хватает? Days Gone 2. Отлично. Твоя любимая книга? Шукшин. Просто сборник рассказов. Все там три тома. В какой игре звуковое сопровождение тебе нравится больше всего? Ух, ну пусть это будет Касло Симфония Ночи. О, ничего себе. Конечно. Уважение. Прям культовая тема. Жаль, вот не вернешься, понимаешь, второй раз в нее не хочется уже. А в свое время было круто. Ты нам что-то принес, про что хотел рассказать? Да. Так, это то, что ты нам принес. Да, это то, какая-то важная для тебя вещь. Это то, что сейчас никому не нужно, как вы понимаете. Ну, на самом деле, за этим кроется много важных и неважных историй. Дело в том, что лично для меня, там, в моем опыте как таковом, для меня важно, прежде всего, определенные впечатления. Не коллекционирование чего-то, не нагромождение дисков, там, литературы, каких-нибудь книг. Коллекционирование опыта. Да, может быть так, и каких-то моментов. Потому что, что для нас, вот этот вот самый джойстик, ну, это прежде всего от PlayStation 5. Это говорит о том, что PlayStation 5 сейчас. Это то, что актуально, то, что есть как бы на рынке. То, в том числе, я пока не изменяю себе, и пока я не перешел на тот же самый Xbox, и пока не могу позволить себе ПК за 300к, нормальный там, со всеми делами. И то есть, это, понимаешь, я мог принести всякое разное, но у меня не столь много осталось. У меня есть коробка с каким-то старым добром, которую я еще не выкинул. Но она находится у меня в другом месте, типа, моего, и оттуда не... Я думал, я хотел принести Nokia N-Gage, у меня где-то валялось, но я не нашел ее. Возможно, он находится в той же самой коробке. Это как символ того, насколько был, так скажем, прорывной гейминг в те времена, потому что Nokia N-Gage, это вот тот телефон, который запустил PlayStation 1, Tomb Raider, там был SSX. Думал потом привезти PSP, но у меня нет PSP. Она давным-давно, я не помню, куда-то я, то ли она развалилась, выбросила, но все так или иначе, понимаешь, это поколенческие истории. Одна сменяет другую. Что в портативном гейминге, что в чем-то еще. И на данный момент, я считаю, что в Авангарде это, ну, та самая PlayStation 5. Во-первых, сейчас у нас на днях выходит очередная новая игра, это Ratchet & Clank. Я не фанат, но мне интересно, что в технологическом плане вот они покажут насчет этого самого SSD. Потому что Returnal, кое-что, ну, это пока такие довольно-таки спорные проекты, но все равно для старта поколения, я считаю, неплохо. У нас есть, смотри, Человек-паук, у нас есть Сэк-бой, у нас есть на данный момент Returnal, у нас есть Демоновы Души, и у нас сейчас будет Ratchet & Clank. То есть, с начала старта уже пять игрушек. Что-то и на прошлом поколении, что-то на нынешнем. Опять же, я говорю, у кого пока нет возможности, у кого пока нет способа купить, потому что не очень просто, не гонитесь. Ваша PlayStation 4 еще какое-то время вам послужит. Но так или иначе, вот пока это единственный наш портал в будущее, так или иначе. Ну, касаемо всех этих самых соневских проектов. Плюс прикольное насчет фидбэка, насчет всех остальных делов. И опять же, я приду, и как я его включу, ну, ты знаешь, это все очень просто. Одну кнопку ты нажимаешь, и потом, если у тебя игра не завершена, просто два раза кликаешь X, вот и все, и ничего не надо включать, оно будет работать сразу после того, как я вернусь домой, если захочу порубаться. То есть, это технологически новое, это что-то в какой-то степени старое, то, что эволюционно изменилось, прям не безумно приросло чем-то, но чуть-чуть вот что-то в нем. И то, что в том числе содержит определенные традиции, и хорошо, что это пока у нас есть, да, пока это не побеждено полностью, в том числе всякими нашими победителями с около постсоветского пространства. Ну, то есть, пока есть надежда на будущее, пока не случилось, как именно в фильме «Я легенда», когда ты будешь приходить в магазин и брать только старые проекты. Это вот некий портал в будущее, видеоигровой, для нас на данный момент. Я считаю так. Ну, вообще, принести DualSense довольно-таки символично, потому что PlayStation пионеры в плане продвижения того, как должно выглядеть устройство, с которого ты производишь ввод своих действий, выбираем. Ну да. Они первые представили форм-фактор DualShock'а первого. Они первые поставили Vibro джойстики, если я не ошибаюсь. Да, по-моему, вроде как. У Nintendo не было, по-моему, кстати. Не-не-не-не. У них был этот Rumble Pack, но я не помню, кто у первых, кто у второй там был. Ну, по сути, после Sony все начали ставить Vibro в свои джойстики, так или иначе. Sony первые сделали сенсорную панель. Ну, окей, сенсорная панель спорно, не прижилось, там, динамик, ну, спорно. Ну, а вот адаптивные триггеры это то, что тоже станет стандартом, так или иначе. Круто. И причем, знаешь, даже в гонках классно, не только в экшене. Но, знаешь, все равно есть моменты, не все так идеально. Ты же Астробот прошел? А? Оценил Астробот? Да, конечно, ты что. Ну, Астробот это, по сути, есть техническая демка, как таковая. Но все равно тоже есть моменты, видно, что они только начинают идти. Если ты играл в тот же самый контрол, глупая тема, шаги, знаешь, вот это вот каждый шаг, который отдается тебе, есть еще куда работать, понятно. Но в плане хептик фидбэка особенно офигенно. Я играл в Рэгфест, и когда у тебя, знаешь, у тачки, допустим, с ходовой начинаются проблемы, ты такой жжжж, и ты прям чувствуешь, знаешь, вот этот вот самый движок. Да, вот это очень круто. Это неважно. Без этого можно жить, но это дополнение, это крутые темы. Это вот действительно то, что нужно. С другой стороны, вам никто не запрещает там. Ну ты много, я много лет пытаюсь, я не знаю, как это людям доказать, но то же самое. Когда ты банально на этом самом стике, да, ты нажимаешь чуть-чуть, пошел чуть блин, ну чуть быстрее, чуть медленно. Ой, это старая письма. Через три кнопки там это делается. Либо быстро, либо зажимая shift, либо зажимая off, ну уже с машинами вообще отдельно. Я не знаю, как в симуляторе с этим играть, но... Это просто такая краткая история. Первый я играл GTA 3 в iCity на ПК, и тут мне друг показывает, у меня в то время еще было ПК, друг показывает на PS2, смотри, говорит, а в iCity ходить можно. Я ходить могу не просто либо ходить, либо бегать, а постепенно. И, говорит, машина у меня, ну он прям показывает, она может разгоняться плавно. Я типа, в смысле, как? Для меня это было просто шоком. Только рыбком. В смысле, да. Я привык на ПК, нажал эту W и поперк. Какой-нибудь Sabre Turbo да ладно, класс, просто. Ну, теперь, говорят, можно типа джойстик. Хотя это тоже шаманство, я как-то... Ну, все по-разному. Иксбоксовский джойстик вроде хорошо работает с ПК, но в целом это... Вот у тебя есть, у тебя что есть с PlayStation 5? У тебя есть эта самая коробка, это самый джойстик, кабель подключения. Больше ничего не надо, все есть. Остальное это в магазине, либо диске, и оно вот все работает само по себе. Шаманство лучше вот это, вот все вот это. Не-не-не, к ПК возвращаться. Лучше нам не здесь записывать, лучше в другом месте, лучше на крыше, когда ветер, ветер мы потом уберем, на постобработке, что-нибудь еще. Лучше не городить, знаешь, вот этот огород, когда можно его не городить. Но нужно ли оно? Каждый решает сам для себя. В денежном плане всех понимают, чуваки, что же поделать. Так живем, так поднимаемся с колен. Спасибо большое за то, что к нам приехал. Реально было очень классно с тобой пообщаться. Давно хотел поговорить с тобой вот так просто, ну, как бы... Даже не то, что в формате интервью, опять получилось такое просто лайф-общение. Да. Поговорили на клевые темы. Я хотел задать те вопросы про те игры, которые я тебе задал. Как бы, я думаю, вам, зрители, это тоже было интересно. Опять же, раскрыть тебя как-то шире, как, ну, чем-то еще, помимо всего прочего, увлекаешься, какие там, например, читаешь книги, фильмы и так далее, музыку. Ну, об этом лично мне и многим моим друзьям, кто тебя смотрит, также это было интересно узнать. Спасибо большое за то, что все это рассказал, за то, что пришел, как бы, ну, реально было приятно пообщаться. Ну, мне тоже было очень приятно пообщаться. И, как вы видите, я всегда и съемочная группа это знает, я очень общительный в этом плане коммуникационный и отличный чувак. Ну да, то есть как-то так. В общем, ребят, небольшой совет, кто будет смотреть, кто знает, не знает, старайтесь все равно коммуницировать, находите общие точки общения с людьми. Не закрывайтесь вы только в этом великолепном там видеоигром мире. Хватит побед, вы и так уже всех победили, вы и так всех уже переиграли. Не забывайте, что есть как бы в том числе ваша реальная жизнь, и пусть она будет большим дополнением к видеоиграм, чем меньшим. Ну, как бы, люблю вас всех, отличный у вас в том числе канал, и будьте всем молодцами. Не забывайте про себя, вы самые главные у себя прежде всего, а все остальные потом по мере добавления. Через любовь к себе полюбите всех остальных. Вот такая история. Ладно, спасибо. А с вас лайк, подписка, колокольчик, комментарий. Обязательно напишите, как вам сегодняшнее интервью, и мы все с удовольствием прочитаем, пролайкаем, и до скорых встреч. Покедова! Субтитры сделал DimaTorzok